Потому что так действует привязанность. Мы с вами разбирали. Привязанность — это огромная сила, называющая стресс. Человек начинает думать, что он является причиной страданий других людей. Хотя так действует судьба. Сейчас у нас будет тень, он развелся со мной, теперь еще один стресс пережила. Не скажется ли это на детях? Не грозит ли им беда? Если вы думаете, что детям грозит беда, это означает, что вы связаны, помните, мы говорили, что мы связаны друг с другом и питаем или счастье у близких людей, или страхом, страданием. Если вы думаете или боитесь, что детям грозит беда, то значит, что им грозит беда, потому что вы питаете их этой силой. По факту, если человек чувствует какой-то страх, то это просто объем работы. Потому что судьба всегда означает объем работы. Потому что просто есть две категории людей. Одна категория — это люди, которые не знают, что такое жизнь. Это большинство, 90% людей, они боятся, когда страшно. А те люди, которые понимают, что такое жизнь, они молятся, когда страшно. Или читают позитивные настрои какие-то, связываются со святостью, со светом. Одни люди идут путем добра, которые молятся, а другие идут путем славы. Потому что они не помогают никому в это время, когда они боятся. Они просто вмешаются в вере и укинь. Это невежественная жизнь. Она никому не помогает, никому не дает счастья. Почему так люди живут? Потому что лень. Лень жить как-то по-другому. Бояться легче. Это такое революционное утверждение немножко кажется. Ну как же лень? Спасибо вам. Рад вас видеть. Здравствуйте. И рад вашим цветам. Всегда внимательно слушать лекции. Мне нравится. Когда так люди осознанно воспринимают информацию. Я вас всех чувствую и понимаю в зале. Спасибо вам большое. Здорово, спасибо. Вот. Итак. Это не способ жить, бояться за своих детей. Это не способ жить. Это способ портить жизнь. Если вы боитесь за своих детей, то объем работы. Значит точно какие-то проблемы есть. Но если это еще усугубляется привязанностью. Что же это привязанность? Я хочу наслаждаться своими детьми. Дети даются для них для того, чтобы не наслаждаться. А для того, чтобы служить их судьбе. А как мать может служить судьбе своих детей? Нам может с верой служить. Веря. Веря в то, что будет хорошо все. Это не способ жить. Понимаете? Не способ. Вот. Ну то есть, когда женщина переживает за своего ребенка, она ему не помогает. Помощь означает благословение. Благословение. И так же тот, за кого переживает, он не должен реагировать. Хотя переживание отнимает силы. Вот если родственники переживают за тебя, то ты должен больше еще сил иметь для того, чтобы было все хорошо. Потому что переживание означает проклятие. Маруся, отчасти слезы бьет, Кадусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, известный глаз Маруси, Капают слезы, накопьют. Вот так должен сейчас быть настроен. Капают и капают, нормально. Нет проблем. Но слезы это не способ жить. Это способ тратить время зря. Это тот же человек пишет. Муж развелся, зная, что встречался с женщиной. Отрицает. Я продолжаю на что-то надеяться. Он манипулирует. То к сердцу прижмет, то подальше пошлет. Такое ощущение, что схожу с ума. Подскажите, как правильно к нему относиться. Никак. Вы говорите о внешних вещах. Какое слово сказать, как посмотреть. Это все не работает. Если человек воняет, допустим, То как ни посмотри, это не работает. Все равно от него воняет. Ну ты так посмотри, он сяк. Два года, что молилась за отношения, Пыталась сохранить семью, Привели к его дивердации. Молитва означает связь со святым человеком. Когда человек молится, думая о святом человеке, То никогда это не может привести к деградации. Я вам расскажу сейчас историю, Которая произошла буквально в течение недели-две назад. Она месяц назад, полтора месяца назад, Эта история началась. Я не буду говорить, что за болезнь, Что тут у вас уши не вяли. У меня есть один знакомый, Которого жена заболела тяжелейшими заболеваниями. Фактически она должна была Оставить этот мир Через три недели после того, Как он привез ее ко мне. Да, он привез ко мне, Она была вся белая, И, ну, она почти не дышала, Не могла глотать, Не болела, Двели многие органы. В результате развития заболевания. У нее уже отеки на теле пошли. И она не двигалась практически. И я, как бы, ему сказал, Что, ну, я не могу помочь Вот на такой стадии развития заболевания, К тому человеку. Но он тогда меня спросил, А вы можете хотя бы попробовать? Ну, так был мой знакомый. И я сказал, я могу, Но для этого не нужно понять, Чем пробовать. Потому что мои методы не работают В этом случае. И он и начал Ездить по разным соседям, Селам, деревням, На каких-то бабах привозить Всякие корни, Травы, методы, Какой-то прибор Электрический привез, Для того, чтобы полулонами это лечить. Ну, то есть, он начал просто Землю рыть. То есть, он реально хотел Спасти свою жизнь. У него был полный оптимизм, И когда я смотрел на него Глазами врача, Который понимает, Что это все равно бесполезно, То его взгляд, Сталкиваясь с вами, Он менял мое восприятие мира. То есть, я думал, Неужели чудеса вообще бывают На этой земле? Но ему сила внутренняя, Она достойна похвалы. Этот человек постоянно молился. Он жил в молитвике постоянно. Пытался, думал о святости, Он слушает мои лекции. Пытался помочь своей жене. И в какой-то момент Я пытался воздействовать Всеми теми способами, Которые он мне предлагал. И я увидел реально, Что в какой-то момент Мы нашли метод. Мы нашли метод. И идея начала потихоньку Становиться получше. А потом я понял принцип, Как это действует. Как вылечить эту болезнь. И под этот принцип Сразу сделал диету, Подобрал травы, Специи, Корни деревьев. И так далее. То есть усилил То воздействие, Которое он мне подарил С помощью своего исследования. И эта женщина, Которая в принципе Никто никогда бы ее не вылечил. И я тоже. То есть она должна была Просто отправиться на тот свет. Причем она мне сказала, Что вот 11-12 число У нее все родственники В этот день уходят из мира. Такой-то месяц. И это было как раз Это число и этот месяц. Когда ее привезли. Ну то есть я видел, Что она не жилец. Но она должна была Подход оставить, Делать просто. И с помощью вот этого усилия Ее мужа Она начала все лучше. Мы прежде пережили Этот кризис, А потом пережили еще один. Мне иногда приходилось Ночью подниматься И говорят, что делать. Вот. Но она начала желать Все лучше, 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 лучше. И начало становиться. И там в организме Фактически не было Жилого места в болезни. Понимаете? То есть все было поражено. И все это начало уходить В результате воздействия Того лечения, Которое возникло В результате Усилия этого человека. Ее мужа. И его воли. И его желания победы. И нельзя сказать, Что мы ее уже вылечили сейчас. Но сейчас у нее ничего не болит. Она ходит, ест. Гемоглобин был 70, Стал 110. То есть у нее Все показатели Очень быстро улучшаются. Когда врачи сделали Эдегеновские снимки И посмотрели На ее организм Они увидели чудо. Что они в жизни Такого не видали. Таких изменений. Это все произошло Благодаря воле ее мужа. Поэтому не говорите мне Олег Геннадьевич Я молилась И Ничего не получается. Понимаете, не надо мне об этом говорить. Потому что я могу тысячи примеров Из своей судьбы Из судьбы моих близких людей Привести Которые украшут на то, что получается. Расскажу вам еще один пример. У меня есть один друг Который Очень много времени Привел Служение Богу Поклонений И Он жил как монах То есть он изучал у меня Медицину И Учился И одновременно Монитри Также учился И В какой-то момент Он женился И Они купили Такую поддержанную машину Женой И Он поет На этой машине Первый раз Сел за руку Поехал И Был сильный дождь И Жена почувствовала Что может случиться Беда И она начала Обманяться Обманяться И Он ехал по дороге И Навстречу Ну то есть И На повороте Был поворот И дорога вниз еще И Его занесло Под дождем Был Жут И ливень Под дождем Занесло Навстречку И В лоб Летел Камаз Камаз Удалил по машине Со всего размаху И Передняя часть машины Оторвало И отбросило В сторону А его Составками машины Отбросило На ту же сторону Где уехал И И в зад ему еще Влетела Еще одна машина И сделала Зад еще Смерт Вот И осталось От машины Только место Где сидение Водителя Он потерял сознание Сразу же Как только Камаз Въехал И когда Приехали Милиция Она вышла В милиционер Смотрит Где трупы Вот А этот парень У него даже Ни одного Перелома У него только Небольшой ушиб Возле почки Мы просто взяли И полечили неделю Его Привезли в реанимацию Вследовали Все хвости Все Ничего не нашли И У меня есть снимки Этой Вали Три куска машины Бежал в разных частях Человек жив Я когда начал Медитировать Я увидел Как это место Как будто Светится Водителе Там можно Этому сиденье Поглоняться Теперь Оно было Полностью защищено То есть Шансов не было Его убить Потому что Он был защищен Богом Этот человек Из-за своих молитв Из-за молитвы Которая в это время Была его жены Он остался Жен И там дальше Было весело Медиция Сфотографировала Эту аварию Не стала Нигде Публиковать Потому что Это было Непривокоподобным А потом В Сочи Буквально Следующий день Была небольшая Авария И два труда И нашу Вот эту картинку Публиковали С места Этого Сочи Мы с этим Оказали В Сочи Была авария Два трупа И показали Картинку Вот нашу Которая Произошла Там В Краснодар У меня таких Примеров На целую лекцию Мне не надо Говорить о том Что вы молились И у вас Ведь еще Стало только хуже Это признак Того Что никакой Молитвы не было Мы просто Думали об этом Человеке И пытались Его вернуть Молитва Означает Думать О святости О Боге Я хочу тебе Служить Я хочу тебе Служить Я желаю Всем счастья Не надо Думать о себе И о своих отношениях Во время монетвы Надо думать Об объекте Служения И когда У вас будет Успокаиваться Сердце По поводу того Что хочется Думать В этот момент Успокоение Сердца И начнется Победа Судьбой Когда сердце Когда сердце Совсем Станет Спокойным Это значит Что уже Все меняется Вот так Убеждается Стресс А не с помощью Жалостных Писем Я сильно Привязан К нему Вопрос Что я делаю Не так Или была Слишком строга Ну значит Были слишком строги Если вы задаете Вопрос Или взваливался На себя Как лошадь Значит Диавол взваливался На себя Как лошадь Закончились Ли наши отношения Нет Не закончились Они не закончились Просто Бог испытывает Вас Он Сейчас Вы поймите Надежду Что У вас сейчас Самое лучшее Время в жизни Потому что Если бы не было Этого времени Вы бы не поняли Ничего Как жить Что делать В своей судьбе Сейчас Все самое лучшее Производит Вам Бог дал Возможность Победить Свою судьбу Убеждает Что касается Младшего ребенка Он Сейчас Испытывает В десятки раз Больше счастья Чем вы Поэтому За него Вообще Переживать Не стоит Подтверждение Есть такая наука Попражна Веда И когда Важное Какое-то Высказание Происходит Кричит Ребенок Или Мочит Корова Или Падает Ведро В этот момент Самый Это значит Бог Подтверждает Если я не шучу Я вам Говорю Правда В течение Кашля Тоже Неожиданно Тоже Так В течение Последних Трех с половиной Лет Мне часто Снится Сон В котором Осень На танцует Вау с Постон Которым Я просто Чтобы Не печальность Которым Разрывается Самолет Иногда Он Взрывается Иногда Я в нем Однажды Даже Горела В нем Во сне Это значит Что вам Жарко Ночью Просто Жарко Вот и все Весь ответ Когда человеку Жарко Ночью Душно Духи Начинают Его одолевать И он Чувствует Кошмар Когда вы Кошмар Чувствуете Надо проснуться И открыть Порточку Проветкать И сделать Подстель Или вы Объедлись На ночь Просто сильно Когда человек Объедается На ночь Что вы понимаете Пища переваривается С помощью Трех энергий Первая энергия Энергия Солнца Поэтому Кушать Надо основную Пищу 12 часов Дня 12 до 2 Тогда Все будет Легко Перевариваться Вот Вторая энергия Переваривания Это энергия Движения Тела Когда человек Двигается Быстро Все сгорает И третья энергия Переваривания Это энергия Земли Энергия Земли Когда Там же огонь Тоже внутри Земли Шарик Огненный И там Этой энергии Также питаются Духи И когда Человек Ночью спит Нечень Переваривать Понимаете Нет энергии Нужна же Тонда Энергия Переваривания Тонда Энергия А ее нет Поэтому она Едется И в земле Организма Вместе С духами И поэтому Когда Человек На ночь Нанил Он Спит И у нее Погоня Горячей Крови Там Начинается И Нет На Покоя Карину Живи Такая Живь Начинается В последнее Не хочу Разобраться Что Он Мне Перестал Сниться Чтобы Он Мне Перестал Сниться Часто Люди Придают Снам Слишком Много Значения Это Признак Мнительности Что Мнительность Мнительность Это Когда Человек Живет Неправильно И Чувствует Беду Почему Чувствует Беду Потому Живет Неправильно Для Человек Живет Неправильно Плохая Судьба Накапливается Хорошая Тает И Поэтому Он Становится Мнительным Ему Кажется Что Все Не Так И Он Начинает Передавать Значение Снам Бывают Вещи Сны Это Факт Но Они Протекают Иначе Вещи Сны Это Сны Которые Снятся Не в Кошмаре А в Откровении И От них Исходит Ощущение Радости И Спокойствия Там Нет Кошмара Нет Там Вот Это Духи Так Действуют На Сознание Вещи Сны Они Имеют Такую Глубокую Чистую Светлую Природу И Они Протекают Очень Правдиво И Даже Если Человек Видит Смерть Допустим Уход Своей Жизни Вещи Сон То Он Истыдывает Страдания В Протеку Правда Никогда Не вызывает Страдания Но Такие Вещи Сны Снятся Только Святым Людям Простым Людям Они Снятся Некоторые Людям Думают Сейчас Я Все Увижу Все Вещи Сны Сны Для этого Нужно Иметь Запас Бога Чести Чтобы Видеть Будущее Нужно Иметь Запас Сил Внутренней Для Но Если Человек Не молится Не живет Праведной Жизнью Как Он Чувствует Будущее Невозможно Он Чувствует Только Страх И Переживания И Надежды И Желания И Мечты Вот Это Он Чувствует Люди В невежестве Живут В мечте Они Мечтают Постоянно А у них Все снятся Островы И Удивительные Страны Вот Это Невежество Люди В страсти Они Не мечтают Они Хотят Хотят Чего-то В жизни Получить Спытывают Жадность И Это Желание Заставляет Трудиться Люди Невеже Вообще Не трудятся Они Просто Мечтают Они Думают Буду Мечтать И Получится Люди Благости Они Думают Не о Своих Наградах И Приобретения Они Просто Хотят Сделать Людей Счастливыми И Это Желание Сделать Других Счастливыми Приносит Награды Очень Трудно Жить Желает Сделать Других Счастливыми Правда А В чем Трудность Заключается В том Что На Это Нет Сил А Сил Берутся От Святости Поэтому Человек Должен С утра Наладить Своё Сердце Сначала Завести Сердце На Правильную Жизнь Нужно Сесть Настроиться На Святое Включить Голос Святого Человека Начать Молитву Или Настрой Молитву Желаю Желаю Счастья Желаю Счастья И Первое Время В сердце Будет Такой Камень Густота Как будто Не хочет Это Все Делает Иди Туда Иди Сюда Иди Поешь Иди Лиза Посмотри Новости Почитаю Не надо Это Делать Надо Пересилить Это Все Своем Сердце Продолжать Продолжать Потом Раз Открывается Ключик И постепенно Втягивается Человек В это И он Испытывает Начинать Счастье Сначала У сердца Успокаивается Первый Этап Молитвы Потом К нему Приходит Знание Что Делать В жизни А потом Что Приходит Вера Вера В победе Что Моя Жизнь Будет Светлой Чистой Мы Победили Вера Мы Победили Этси Ставель Мы С мужем Очень Долго Мечтали О Ребенке Но Ничего Не Получалось Как Всегда Жизнь Как Обычно Недармонии Был Даже Выкидыш Ребенок Стал Самой Желанной Целью В жизни Значит Приведет Стресс Сто Процент Вот Когда Ребенок Стал Самой Желанной Целью В жизни Будет Стресс Почему Потому Что Человек Должен Жить Не Для Мечты Если Не Получается Нужно Лечиться Понимаете Это Просто Жизнь То есть Надо Жить А Мечтают Те Кто Не Хотят Жить Вот Допустим Сегодня Мне Надо Было Лехать На Лекцию Я Сел И Подумал Да Здорово Лекцию Прочитать Как Хорошо Я Прочитал Лекцию Нет Что Нужно Сделать Чтобы Прочитать Лекцию Встать Рано Утром В Болитве Настроиться Так Чтобы Лекция Была Прочитана Она Должна Быть Прочитана Уже Утром У меня Моя Лекция Она Прочитывается Утром Я В Молитве Побеждаю Судьбу Я Чувствую Зал Уже С утра И Потом Когда Я Чувствую Что Все Получилось Я Успокаиваюсь И Дальше Уже Занимаюсь Другими Делами Понятно Да Со Стены Сегодня Мы Когда Выехали Я Водителя Спросил Мы Вовремя Приедем И Он Мне Сказал Постараемся В этих Слайдх Я В словах Я услышал Опоздаем Так Было Запланировано Вовремя Чтобы Вы Подождали Чуть Чуть Но Я В это Время Не Не Бездельничал У меня Был Прием Я Работаю Даже До Родины По Фотографии Смотрю Пациента Потом Слав Но После Его Появления Нет Удовлетворения И Счастья Я В Постоянном Напряжении Раздражаюсь Из-за Каждой Мелочи И Напрягаю И Каприца Ребенка Это Закон Обмен Потому Что Смотрите Все Очень Просто Если Женщина Ждет Мужа Его Нет И Нет Нет И Нет И Вот Вышла Замуж А Что Ждать Мужа Это Значит Ждать Ласки Забот Внимание Теплоты К себе Нежности Зарплаты Его Квартиры Столько Всего Женщина Ждет Когда Она Ждет Мужа Все Это Накапливается Накапливается И Потом Пац Вышла Замуж И Дальше Что Происходит Так Как Она Все Это Ждала Конденсатор Жекопился Она Начинает Его Душить Сразу Деньги Заплачены Где Услуги Нежность Где Нежность Где Доброта Где Маска Где Деньги И Он Не Выдерживает Два Месяца И Убежал Жить Невозможно С такой Девушкой Когда Она Ждет Она Ждет Жить Потом Невозможно Это Страшно Также Ребенок Тоже Они Ждали Ждать Ребенка Означает Мечтать О чем Человек Не Может Так Мечтать Он Нарисовал Картинку Ребенка А Родился Другой Ведь Рождается Не то Как Мы Мечтаем А Сколько У нас Благочестия Хватает Вот Если Девушка Мечтает О Высоком И Красивом То Она Может Получить По своей Судьбе Чаще Всего Или Маленького Красивого Или Высокого Некрасивого Два Варианта Понимаете И Сразу Кажется Что Не Мой Вариант Уже Замуж Вышла Я Б Хотела Получше А Кажется Сразу Приводит К изменениям Потому Что Женщина Когда Настроена Что Мне Судьба Человека Дала Это Мой Вариант Любой Я Привыкаю К Его Характер Люблю Все Сразу Это Верность Мужчина Не может Изменять У него Нет Возможности Изменять Женщине Которая Верит Что Это Мой Вариант Все Но Если Она Думает Я Могла Свет Найти Получше Все У него Сразу Печать На лоб У мужчины Есть Скрытая Фамилия Вторая Называется Кобелина Итальянская Фамилия И эта Фамилия Выходит На лоб Когда Женщина Думает Я Могла Себе Найти Получше У него Кобелина Сразу Могут Потому Что Мужчина Питается Энергией Любви От Женщины Через Энергию Верности Верность Это Ключ Любви Если Женщина Думает Я Могла Себе Найти Получше Любовь От ее Сердца К сердцу Мужа Не идет Не течет А мужчина Не может Жить Без Энергию Любви Женщины У него Нет Он Поэтому Женится Чтобы Она Приходила Энергию Любви Но Если Женщина Не верит В него Не верна То Тогда Она Я Могла Себе Получше То Тогда Крайник Закрыл А Он Ждет Ждет Энергию Любви Не Может Дождаться И Красивая И Смелая Дорогу Перешла Да Почему? Потому что От нее идет Крайник Течет Черешни Сказки Любовь И Прямо Сейчас Вопрос Ну Давай А? Здравствуйте 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 Я знаю Почему Сегодня Много Моих Почему? Потому что Я Брагарис Сказки Стала Отравы Сказать Что Не Погнал Сзади Я Уже Полтора Голос Нужно Но Ни Эти Не Браги Которые Цвет Так Ну Это Полтора Года У меня Стресс И Все Что Я Знала Я Умила Я Упробовала Ничего Не Работает А Сто От чего Стресс Что Вы Делаете Если Я Нашла Причину Я Уже Встала Немножко Вы Даже Не Знаете От чего Просто Вам Плохо Плохо Да И Все А Вы Маетесь Бывает Не Всегда Ну Чего Не За Вас Метесь Вас Красит Вам Нужно Счастье Это Когда Небудь Кончится Может И Не Кончится Бог Ждет Когда Кончится Ваша Лень Душевная Лень Вот Смотрите На Меня Немножко Легче Сломать Да Ну Ну Как Не знаю Успокойнее На сердце Да А Хочется С всем Что Классно Было Нет Хочется Как Обычно Жить Как Обычно Ну Понимаете Вы В прошлой Жизни У Бога Просили Вы Молились Богу Была Верующий Человек У Бога Просили Сделай Так Чтобы Я Никогда Не Забывала А В этой Жизни Вы О нем Не Думайте Совсем Он Вам Такое Состояние Сделал Он В сердце Вам Дает Или Счастье Или Печаль И Он Вам Дает Такое Состояние В сердце Сделал Чтобы Вы О нем Вспомнили Просто И Все Поэтому Пока Вы Не Вспомните Не Будете Молиться Вас Не Пройдет Сделал Поговорю Я Молилась Ну Плохо Видите Я Чуть 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 Помолимся Вам Бегче Стало Чуть 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 Вы Обследовались Вообще Здоровые Свои Обследовали Я Все Что Мол Обследовала Я Обследовала Ну Не За Вас Молиться Что Делать Такое Ну Род Не Завел Это Период Такой Если Когда Он Кончится Я Силы Кончаю Ну Когда Вы Начнете О Боге Думать Тогда Все Нормально Будет Я Ж Вам Сказал Я О Нем Думаю Но Плохо Думаете Я Ж Вам Сказал Что Вы В прошлой Жизни Хотели Чтобы Бог Напоминал О Себе А Сейчас О Нем Не Думайте Поэтому Он Бел Такое Стояние А счастье Жаркого Идет И сердце Но Тут Прямо Сейчас Можно Закончить Это Привы Если Вы Настрой Думать О Боге Потому Что Вы К этому Готовились Всю Жизнь Прошлась Сейчас Вас Судьба Как Не Подлога Вам Просто Нужно Благословение От Старчика Чтобы У Вас Силы Привы Да Не Не Знаю Ну Что Значит Не Знаю Я Желаю Сказал Что Делать Надо Почему Не Знаю Я Всегда Думала О Многих Жизнь Значит Плохо Думала Или Недостаточно Не Хочется Не Хочется Хочется АПЛОДИСМЕНТОМ 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 Светочек Засушите Дома Положите На Алтарь И Оно Поможет Прошу Я ПОМИНА АПЛОДИСМЕНТОМ 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 Она Долго Хотела Задать Вопрос Две Лекции Думала Посидела Наконец Слышилась АПЛОДИСМЕНТОМ Да Так Вы сказали, что Родственные отношения С мужчиной Возникают Один раз В жизни Кто сказал Когда Он Может Послышалось Мой брак Распался По моей Вине Вот это Сейчас мы Об этом Думаем Говорить Об этом Вот это Как раз Стадия Вины Называется Может Другая Семья И дети В ней Есть ли Надежда Для меня Пропала Мальвина Невеста Моя Лежала Мальвина В чужие Кровяки На Возникновение Душевной Привязанности С мужчиной Любви В семье Я не смогу Больше отвечать На ваш Вопрос У нас Кончилось Премьем Ваш Вопрос Напрямую Указывает На то Что нужно Просто Почитать Лекцию Есть Тема Стали Сресс Кто-то Из организаторов Должны Включить К мне Компьютер Ну Или Просто Кто-нибудь Садись Итак Стресс Делится На три Большие Периода Мы говорим Сейчас О развернутом Стрессе Который Длится Не менее Полтора лет Если у вас Состояние Длится 5-6 Месяц Это не стресс Еще неизвестно Стресс Это или нет Стресс Обычно Длится Не менее Полтора лет И заканчивается Только Когда Полностью Меняется Восприятие Мира Человек Выходя Из стресса Выходит На другой Уровень Жизни Ну Потому что Потому что В этом мире Все Наши Жизни Зависит От того Как мы Живем Нужны Изменения Изменения Сначала Чтобы Поменялась Жизнь Нужны Изменения И так Первая Стадия Называется Вхождение В стресс Первое Что Человек Делает Он Пытается Изо Всех Сил Вернуть Все Назад Ну То Допустим Приведем Пример Что Уходит Везди Человек Ушел И я Пытаюсь Вернуть Назад Это Первая Стадия Стресса То есть Есть Три Больших Периода Первый Период Вхождения Стресс Второе Развитие Стресс И Третий Выход Стресс И Вот Четырнадцать Всего Делений И Первый Период Обычно Называется Критой Кризис Надежды Ну То есть Человек Пытается Вернуть Назад Все Он У него Есть Надежда В это Время Он Думает Что Все Будет Нормально Я Ему Верну У нас Восстановится Семья И Он Полон Сил Стремление Возвращает Везет Человек Но Если Это Судьба Не Тяжелую Степень То Тогда Везет Не Возвращается Вопреки Ожидания Не Возвращается Потом После Этого Когда Человек Все Силы В это Время Кончаются У него Силы Психические Он Сначала Ее Много Сил Он Трудится Пытается С друзьями Подговорить Его Как-то Еще Что-то Длияние Оказать Ничего Не Получается Даже Молится Для того Чтоб Он Вернулся Надо Молиться Не Для того Чтоб Вернулся А Просто Служить Святому Человеку Понимаете Тогда Нормально Сработает Потому Что Бог Это Не Торговый Склад Понимаете Типа Дайте Еще Одну Бутылочку Дайте Еще Одну Бутылочку Если Ты Служишь Богу Он Понимаете Вот Смотрите Как Работает Этот Мир У Нас Есть Долг В Жизни Есть Долг Перед Богом Есть Долг Перед Судьбой Допустим Женщина Должна Учиться Быть Женщиной Она Учиться Слушной Доброй Ласковой Заботливой Заботится Обо всех То есть Она Это Ее Долг Она Должна Этим Заниматься Она Должна Думать Когда Женщина Часть И Часть И Так Ничего Он Должен Жить Он Должен Служить Отвлечь От себя Служить У У Подрожки Есть Надо Ему Заботиться О Служить Ему Ему Замок Забудьте Себе И Сразу Ставим Счастливым Потому Что Есть Два Счастья Два Счастья Один Счастье Который Живет Внутри И И Идет От Бога Как Капель Постоянно О Который Все Мечтают Постоянно Счастье Такое Само Собой Который Идет Жизнь А Второй Счастье Идет От Поступков Человека Если Человек Побеждает Себе Эту Лень Лень Ожидания Счастья Он Начинает Заботиться Обо Всех Что-то Делать Для всех Молиться Ну То есть Служить И В Это Время Уже Какое Счастье К Ним Приходит Счастье Благодарность От Бога От Людей От Природы От Всех Счастье Благодарности Приходит Даже От Животных Понимаете Вот Я Сегодня Бешел Вот Этот Нет Геннадий Как Это Маленький Такой Плавает Нет Пенок Такой И Я Такой Подумал Дай Бог Тебе Хорошую Жизнь И Только Подумыв Он Такой Баквари Разворачивается Мордяша Ко мне Благодарен Благодарен Чувствует Даже Животные Чувствуют Благодарность Понимаете То есть Весь Мир Отдает Назад Энергию Счастья Если Мы Хотим Служить А не Думать О себе Но Частлив Всего Люди Которые Теряют Родственников Они В это Дверь Не Служат Потому Что Потеря Родственника Не Означает Неправильное Настроение Человек Пользуется Красотой Или Силой Знания Мужчины Женщина Пользуется Красотой Женщина Пользуется Мужчина То есть Кажет Чем-то Пользуется И Все Пятят Наслаждаться Но Это Не Жизнь Это Просто Сон Настоящая Жизнь Это Служить Другими Заботиться О Детей И Когда Человек Не Может Заботиться Но Выходит Приски Человек Началась Учеба В жизни Потому Что Это Объясняет Что В основном Человек Спит Жизнь Спит Означает Наслаждается Просто Жизнь Все И Какие-то Периоды В жизни Нужна Жизнь А Жизнь Означает Или Учеба Или Служение Человек Не должен Сам По доброй Более Начать Служить В жизни Когда Небудь Стресс От Непетит Но Если Он Просто Живет Наслаждаясь Жизнью Стресс Неизбежен Подтверждение Таким образом Почему Разрушение Надежды Происходит Потому Что План Бога Не Вернуть Мужа А Начать Новую Жизнь Вашу Новую Жизнь Это В планах Не то Что Вы Думаете То Что Надо И Поэтому Надежда Разрушается Она Разрушается По той Тричине Что Просить Бога Или Просто Плакать Некоторые Некоторые Восстанов Даже Не Просят Ни О Чем Бог Просто Плачут Некоторые Просят Бога Чтоб Ты Ром Мужа Но Не В План Возвращать Мужа В Его План Научить Тебя Служить Чтоб Ты Простил Меня Все Мои Грехи Я Хочу Приносить Людям Добро Я Желаю Всем Счастья Я Хочу Выполнять Наставление Старших Вот Это Называется Служить Богу Понимаете Дание Мужа Дание Мужа Это Не Служить Богу Это То же Самое Все Понимаете Дание Колпасы Дание Мужа Дание Денег И Так Не Работает Систем Внимание Итак Это Длится Стария Где-то Два Месяца Три Сколько Сил Человека Хватает В Это Время Постепенно Он Теряет Опетит Теряет Сон И Входит В Следующую Старию Которая Называется Шок Или Разрушение Веры Человеку Теряется Вера В То Что Будет Все Хорошо В Это Время Он Как Оголенный Проб И Если Допустим В Обычно Люди Бегают Туда Сюда Психологом Консультантом Ну В общем Туда Бегают Чаще Всего Потому Что Во Время Шока Куда Надо Бегать Надо Идти К Тому Человеку Который В Сердце И Доброту И Что Человеку С Шоком Скажет Человек Шок Не Нато Как Оголенный Провод И Говорит Скажите Мне Правду Вернется Муж Или Нет Что Человеку Надо Сказать Вернется Вернется Все Будет Хорошо Надо Сказать Чтобы Он Успокоился Интересно Знать Что Когда У Человека Шок Все Люди Которые Сказали Не Вернется Ну Допустим Они Сказали Правду Это Правда Что Не Вернется Допустим Да Они На всю Жизнь Струются Врагами Потому Как Не Странно Хоть Они Сказали Правду Потому Что Человеку В это Время Не Нужна Правда Ему Нужно Просто Жить Нужно Выжить Потому Что Шок Это Самая Опасная Стадия Стress В это Время Люди Могут С ума Сойти Сброситься С девятого Этажа Ну Что Сделать С собой Невыносимая Вещь Жил Жил Человек Спокойно Два Месяца Прошло И Бац Он Не Может Есть Не Спать Это Признак Развернутого Шокового Состояния Обычно Нарушается Сон И Таня Человек Не может Не есть Не спать Ничего Не может Не может Как камень Сыгнуть Не может Не может Решать Вопросы Своей Жизни Не может Работать Нормально Все Как Во сне Остановится Умем Как Во сне Живут В это В это В это Туман Дерегите Глазами Туман Жизнь Как В тумане У кого Сейчас Такой Есть Такие Стихи Нет Ну Один Человек Есть Ну Это Шоковое Состояние Значит У вас И Дальше Следующая Стадия Это Обвинение Судьбы Третья Стадия Шоков Лидца Недолго Обычно Не больше Месяца Но В целом Как Если Шоковое Состояние Длится Одну Неделю Значит Стресс Будет Год Если Длится Две Недели То Как Мин Полтора Года Три Недели Значит Два Года Понимаете То есть Вот так Чем Больше Шок Тем Больше Стресс Потом Геметрической Прогрессии Следующая Третья Стадия Это Борьба С Источником Стресса Или Обвинение Судьбы Кто-то Должен Быть Виноват Понимаете На третьей Стадии Так как Ничего Не Получилось Кто-то Должен Быть Виноват Иначе Жить Невозможно Поэтому Из-за Из-за Появились И Люди Как Зомби Действуют Интересно Что Кстати Стрессовая Ситуация Она Ставит Точки На Ды Знаете Есть одно Преимущество Колоссальное Стрессовая Ситуация Как Вы Думаете Как Вы Развитие Это Да Согласен Ну Еще одно Преимущество Здорово Еще одно Классное Преимущество Вера Появляет Человека Тоже Но Я хочу Практичном Таком Преимуществе Практичном А? Не нужны Идем Тебе Что? Другой Не нужны Идем О Вот Знаете Ну Вот Ни за что Вы не догадаетесь Кто для вас Настоящий Друг А кто Нет В обычной Жизни Ну Ни за что Не догадаетесь Никаких Шансов Нет Вообще Только Стресс Попали Все Едется На Три Части Настоящие Остаются Жалеют Вас Заботятся А все Ненастоящие Тю-тю И еще И козни Строят В это время Некоторые Из них Представляете Вот Это Интересно И Это Разделение Потом На всю Жизнь Человек После этого Всю Жизнь Чувствует Кто Ни Друг Кто Ни Друг Вот Это Когда Стресс Проходит Уже Сердце Четко Определяется Уже Потом Дальше Ошибок Нет До Как-то Знаете Все В туман В этом Клане Разные Люди Вокруг Нас Могут Быть Но После Стресс Человек Четко Разделяет Кстати Вот Этот Настоящий Развернутый Стресс Стресс Один Раз Жизнь Бывает Потом Уже Он Не Может Быть Второй Второй Уже Будет Или Не Стресс А Просто Плохо Или Уже Как бы Человек Имеет Трудности Побеждает Уже С Легкостью Или С Трудностью Но Второй Раз Он Уже В этот Шок Не Войдет То Он Научен Жизни Уже Понимаете У него Есть Механизм Победы Жизнь И так Он Обвиняет Всех Борется В своем уме Со всеми Сражается И На этом Заканчивается Вхождение В стресс Дальше Начинается Вторая Стадия Большой Второй Переод Развития Стресса Большой Переод Развития Стресса И Четвертая Стадия Называется Разворачивание Обиды Но Так Как Я Боролся Обвинял Всех Борьба Закончилась Неудачей А Когда Человек Неудачу Получает Жизни Что Дальше Получается Обида То Есть Он Обижается Очень Сильно Обижен Или Кневается То Мужчины Чаще Кневаются Женщины Обижаются Вот Ипполит Матвеевич Когда Под душ Встал Следом На спине Это Какая Стадия Шок Правильно А потом Когда Он Приходил И Ругался Обвинение Судьбы Потом Перестал Приходить Обида Наступила Ипполит Матвеевич Дальше Это Может Достаточно Долго Длиться Пару Месяц Крой Человек Ходит Обычно Думает Это Стадия Обиды Сытых Измыслей Вот Если У человека Есть Свободная Минутка И Он Надо Думать О чем Думать Что Все Пахнет Вы Не О чем Он Думает Думает Тратит Свои силы Постоянно Постоянно Думает И Цель Думать Только Одна Кто Еще Виноват А может Этот Виноват Так Сейчас Подумаем Еще Наверное Этот Думает Вот Этот Виноват Кого Сейчас Эта Стадия Переметит Кто Сейчас Наход В таком Стадии Продолжайте Думать Кто Виноват Тоже Виноват Все Это Душевные День Происходит Вот Эти Стадии Стресса Указано То Что Молиться Не Хочется Хочется Счастья И Поэтому Человек Так Думает Так Дальше Следующая Стадия Пятая Возникает Спор Человек Поэтому девушка спросила Олег Геннадьевич, что делает, где знание, как жить. Я ей говорю, вот знание, вот это знание. Она не верит. Ну что же делать, Олег Геннадьевич? Ну я это все делаю. Нет, вот это знание. Не верит. Поэтому в древней культуре с детства людей учили слушаться старше. Удивительно знать, что если у человека в сердце есть знание, и человек очень сильной искренностью и сферой слушает, то это знание становится реализованным знанием. И с три уровня знания. Первый уровень. Я где-то читал, слышал, знаком с этим. И чаще всего люди говорят, я это уже знаю. Но это знание находится на первом уровне всего. Второй уровень знания — это когда человек знаком уже, но он чувствует, что недостаточно понимает это все. Это второй уровень. И представьте себе, что люди на этом уровне знания начинают делать парадоксальные вещи. Вот, допустим, человек читает лекцию, и в лекции он дает реализованное знание. То есть он знает это очень глубоко, то, что говорит. И человек начинает эту лекцию слушать по пять, по десять раз. Слушает и слушает одну и другую лекцию. Это означает, что он пошел в глубь. Обычно люди живут шире. Им надо все совсем познакомиться, все знать, познакомиться, там пошел, все. Жизнь не меняется, ничего. Но он говорит, я знаю, я знаю. Вот, чаще всего люди приходят на лекцию, которые живут вот только на этой первой стадии, и они слушают лекцию и думают. Ну, чего он об этом говорит? Это все известно. И это я знаю. Это я знаю, это знаю. Интересно, говорит, все это знаю, все знаю. Это означает этот уровень первый. Потому что я прихожу на лекции своего наставника много лет. И он много лет говорит одно и то же. И это ходит все глубже и глубже, глубже и глубже. Люди читают Библию много лет подряд одно и то же. Это ходит глубже и глубже, глубже и глубже. Знание углубляется сильнее. Чем сильнее углубляется знание, тем больше же чего в изменении своей жизни происходит человек. И третий уровень знания — это способность четко это понять и действовать таким образом. Например, я говорю девушке, что если вы будете думать о святом человеке и молиться, немедленно вы освободитесь от этой тяжести в сердце. Немедленно. И если вы очень искренне слушаете меня в это время, а я вот чувствую, что сейчас искренность вашего слушания возросла, то в этот момент вы чувствуете, что это так уже в сердце, как будто бы что-то щелкает там внутри. И вы начинаете доверять этому, верить в это. И вы думаете, сейчас я буду пробовать. Все, я буду попробовать завтра. И вы думаете, что появляется вдохновение это сделать сразу. Вот так, какая сила слушания. Слушание пробивает судьбу. Веды объясняют, что просто искреннее слушание может сжечь всю плохую камню человека. Одна секунда слушания святого человека сжигает всю плохую камню. Сначала на уровне победы просто для этого. Понимаете, знание сначала должно прийти просто пробив, как стрела. А потом образуется дырочка такая, знаете, как свет покушки. А потом через эту дырочку все сознание человека устремляется к победе, и он уничтожает всю плохую судьбу. Понимаете, как действует? Но для этого нужно звук. Нужно, чтобы с помощью слушания пробить плохую судьбу. Эта культура верить старшему прививается к человеку с детства. И культура недоверия также живет в детстве. Люди, которые способны через звук услышать истину и вдохновиться, называются разумными людьми. А те люди, которые даже могут быть доктора наук или академики, но они не способны вдохновляться истинной. Такие люди не являются разумными. У них очень сильный ум. В уме находятся факты, события, информация. Они анализируют все, но они не могут почувствовать истину, потому что истину можно почувствовать только разумом. Разум означает слушание, с верой. Поэтому есть такое слово «послушник» русское, да? Откуда он ведет? Послушание. Послушный человек. Послушный. Что значит послушный? Означает смиренный, там, да, хороший, послушный. Так? Послушный означает человек, у которого сильный разум. Человек, который способен слышать с верой. Послушный. И для чего люди занимаются послушанием? Они занимаются послушанием и становятся послушниками для того, чтобы стать послушным. То есть для того, чтобы научиться слышать с верой. И это означает «слышить». Есть слово «слушать». Васька слушает, слушает, да, есть, да? Вот. Есть «слушать» слово, а есть слово «слышать», «услышать». Услышать непросто. Слушать можно многое. Подумайте. Но в санскрите эти закономерности еще более строгие. Слово «шраванам» переводится на русский «бера». «Бера». Слово «шраванам» также означает «слушать». То есть вера из звука возникает. Слушание. Сам звук приводит к вере. И вера – это исходный звук. Но когда человек обижен на четвертой стадии, он никого снять не хочет. Он хочет только счастья и все. И он обижен, потому что его нет. Это капризы просто. Капризы, которые длятся много убийств. Следующая стадия называется «внутренний диалог». Потому что рано или поздно человек все-таки начинает, заканчивает этот бунт. Потому что все это, в четвертой стадии, это просто бунт. Хочу назад. Хочу свое. Хочу счастья. Хочу счастья. Даю счастье. И когда уже проходит много месяцев до пятой стадии, которая называется «внутренний диалог» или «спор», то с кем спорить? Человек спорит с Богом в это время. Спорит с Богом. Интересно? Да это были все виноваты. А потом, когда это не приносит облегчения, у человека возникает сомнение, может быть, не все виноваты? А может быть, я чуть-чуть виноват? И он не хочет допустить этой мысли. Ну как это я виноват? И начинается спор. Совесть в этот момент, так как человек открылся для слушания совести, своего сердца, он открылся для слушания, совесть ему говорит одно, а он спорит с совестью, говорит другое, доказывает факты, приводит события. Потому что в это время, во время стресса, человек, как у них все хватит события. И хорошее вообще забывает полностью. Вот если, допустим, у вас сейчас эта стадия, вспомните, как что-то хорошее человек, который вас бросил. Вот вспомните. Не вспоминается, ну как он, ну что-то, ну не там, хорошее, конечно. Но в основном все плохое. Выключайте свои мобильные телефоны, то каждое слово будет мое подтверждаться сейчас. Давайте все выключайте. Нельзя на лекции, чтобы это все играло, расставлять беспокойство. Ну так лично. Вот кто из вас не выключил мобильный телефон, вам скоро станет стыдно. Отключайте. Значит, вы не послушны. Я тоже не послушна, сейчас уже. Я с вами в самолете сейчас. Надо куда лекция слушать, выйти в самолете. А авиарежные не включились. Иначе лекция не усвоится. Итак, внутренний диалог спорен. Человек ходит и спорит. На каждой из этих стадий человек может войти, ну то есть ум, он имеет структуру психическую, она может разломаться на каждой стадии из этих всех. До выхода из стресса, на всех стадиях, человек может войти психическое заболевание. Когда человек разрушение надежды, он всегда ищет истину, бегает по улицам, если на этой стадии с ума сошел. Когда шок, то он просто, ну, он в ступоре находится. Вот я видел таких больных, психиатрическую больницу, когда был студентом. И больной он все время причесывался. Вот в какой момент у него психику сорвало, так он и застыл. И так как он причесывается всегда, у него расческу забирают. Потому что если он будет причесываться расческой, то через 5 минут вся голова в кровь. Кровь начинает печь, понимаете? А он продолжает причесываться, потому что в это время он ничего не соображает. Если обвинение судьбы, то человек сражается с тем не постоянно. А если обида, он плачет, сидит постоянно во время вот этого психического заболевания. А если внутренний диалог спор, то таких людей видно на улице. Они идут и с кем-то разговаривают, спорят, руками махают. Видели? Вот такие вот дела. Это результат нежелания бороться за свою жизнь. Психика ломается от того, что человек не хочет побеждать. Не хочет молитвы, не хочет работать над собой. Он просто хочет счастья. И это так сильно хочется счастья, что психика не уйдет, что ломается просто и все. А вот следующая стадия, когда человек проигрывает спор, а он, несомненно, проигрывает спор, это как раз вот эта записка, последняя, ну, то есть следующая стадия. Это шестая стадия стресса, записка. А, это не та записка. В общем, там в записке было, что вот я виноват. Я виноват. Это следующая стадия. Когда человек проигрывает спор с совестью, то дальше, так как человек не понимает, что чувство вины не означает, что надо о нем слишком много думать. Он не понимает, что надо служить. Ему опять хочется счастья. Он думает, если я сейчас признаю в своей вине, тогда счастье будет. И в этот момент человек начинает, ой, я виноват. Ну, блин, ну все, они все хорошие, на самом деле, я виноват. И понеслась эта поняга опять на несколько месяцев. Ко мне как-то пришла одна женщина в Москве. Говорит, Аликина Апичича. Знаете, у меня такая необычная история, не как у вас в лекции. У меня муж святой. Он мне много раз говорил, иди сюда правильно в жизни. Делай как надо. Я никак не могла понять, как делать правильно. Вела себя плохо. И он меня бросил. И я теперь понимаю, какая я грешная, а он такой святой. Я говорю, святые никого не бросают, они прощают. Я говорю, а как он вас бросил? Он нашел более возвышенную девушку и с ней сейчас живет. Я говорю, ну как святой человек может вообще другую тетку себе найти? Что, о чем говорить? Олег Геннадьевич, вы не знаете ситуации. Он приходит ко мне и говорит, ну вот видишь, вот какая возвышенная девушка у меня. Я говорю, ну почему он так говорит? Может, вы ему такую веру в сердце дали? Он говорит, ну да, в последнее время я как-то так, а мы ему об этом и говорили. Но почему так человек говорит близкому человеку? Он говорит, потому что думает, что если я вам сейчас скажу, буду говорить, что я виноват, все сразу раз и вернутся назад. А это еще больше создает проблемы. Потому что виноват-то Бог на самом деле. Он создал эту ситуацию. Но близкий человек, который бросает, он не может от того, что мы плачем, замечаем, если вернуться назад. Так не бывает. Бросает близких людей, это большой крея. И это происходит от того, что человек просто хочет наслаждаться жизнью, он не хочет служить, заботиться. И печалью, и костой, и иной его не забанишь назад. Но вот если светлая память о нем в вашем сердце воцарится, тогда его потянет. Потому что настоящая любовь, она настолько привлекательна, что даже человек, если запутался в жизни, он все равно распутывается под первенем. Настоящая любовь не возникает в сердце сама посидеть. Невозможно вспомнить что-то светлое о человеке, если он тебя бросит самому. Эта память светлая должна отразиться от святости, прийти в сердце и через твое сердце пойти в сердце другого человека. Только такой будет. Так же и счастье тоже. Ты служишься тому человеку, и счастье от него приходит к тебе. Такой будет. И это неизбежно происходит всегда. Но если мы думаем о том, что я несчастный, тогда мы бездельничаем в этом дыре. Об этом не надо думать. Я несчастный означает объем работы просто и все. О, у меня кухня грязная. Грязная кухня. Виновата я в этом. Виновата настолько. Грязная мой. Чего думать об этом? Это лень заставляет думать о том, что она грязная. Это они виноваты в том, что кухня грязная. Нет, я виноват. Это все пизделье просто. Оно длится многим месяцем, понимаете? Многим месяцем мается, мается. Какая-то причина, почему мается, он просто не хочет жить. Он хочет полгей. Беды говорят, что жизнь вот эта вот в том, что у меня все хорошо. У тебя все хорошо, а вот все хорошо. И у меня все хорошо. Это просто сон. Там нет жизни никакой. Несет меня мой великолепон. Мой великолепон. И как легко. И как легко. Моим плечом. Скоро полетесь снизу готовы. Падали две звезды. Нет, полуношно. Две звезды. Две светлых повести. Своей. Как и неисовость. Раскаяние. Отчаяние. Чувство вины. Я виноват. Я виноват. Один послушник пришел к своему наставнику и говорит, я такой падший. Я у вас такой падший. Наставник смотрит на него и говорит, ты не такой падший, а просто падший и все. Я виноват. В этом не надо так много думать. Иди кури чизь картошку. Хватит, говорит, бездельничать. Я такой падший. Просто падший и все. Я виноват, я виноват. Я говорю, моя дорогая, я говорю, ну вот поймите, что святые люди не бросают. Она говорит, а почему мне, Олег Иванович, кажется, что я так виновата? А он такой, ну почему мне так кажется сейчас? Я говорю, потому что вы просто хотите балдеть в жизни. Просто хотите, чтобы от этого чувства он взял и вернулся. Потому что когда человек говорит, я виноват, виноват, типа раскаивается, значит все его прощают и все возвращается назад. Она говорит, твоя правда. А что, разве я раскаяюсь? Я говорю, нет. Раскаяние не означает эмоции и викидации. Раскаяние длится три стадии. Первая стадия. Чувство вины. Но человек не думает о своем чувстве вины. Он просто думает о святости. И просит тайные знания. Господь, тайные знания. Почему я так поступила? В чем моя вина? Что я делаю не так? У меня был фильм Аборта такой. Ну, документальный фильм. И там главный герой была одна девушка, кто слушал мои лекции. Она прошла вот эти стадии. Она сначала думала, да, нормально, сделала Аборта, сделала. Послушала лекцию, как там Аборта говорил. И она начала молитву. То есть она начала думать о святости, и начала молитву говорить. Господь, дай мне, пожалуйста, знания. Что, что, неужели это плохо Аборт делает? И потом она почувствовала вот этого ребенка внутри себя, что он должен был жить, что он живой был в это время. Она его выбрала, ну, как бы убила его. И в это время у нее жуткое чувство вины возникло. Она начала дальше молиться. А дальше, когда она молилась, она почувствовала, что этому ребенку сейчас нужна помощь. Что я, как бы, его в такое положение вернула, ему сейчас нужно помочь. Она дальше начала молиться. И почувствовала, что она начала помогать этому ребенку. Почувствовала, что она, ну, как бы, дала ему новую жизнь, свою силу, как бы, заново рождался и все прочее, попасть в лоно другой матери. Такой путь она проделала большой. Она полгода молилась. И в конце концов, знаете, что получилось? Сначала было чувство вины, потом объем работы. Она работала, работала над этим неплохой судьбой. Это не бросками не означает плакать, это означает труд. То есть она молилась этому человеку и думала об этом. Она прочувствовала все, что произошло не с своей стороны, а с стороны ребенка. И знаете, какой был последний момент раскаяния? Она, когда почувствовала, что она все сделала, что она вернула ситуацию назад, что она помогла. Потому что не бывает таких ситуаций, даже если человек убил человека, он может раскаяться и полностью пережить это тоже и вернуть ситуацию назад. Потому что смерти нет, душа вечная. Этот человек получит новое рождение, понимаете? То есть все можно переработать в своем сердце, все что угодно. И она, когда все это переработала, перед тем, как возникло сильное облегчение в сердце, она об этом тоже рассказала, как будто жизнь заново возникла в ее жизни. Знаете, что возникло в ее сердце перед облегчением? Возникло необыкновенное чувство знания. Она сказала себе, «Я больше никогда, никогда, никогда не буду делать обор. Ни при каких обстоятельствах. Даже если ребенок был психически больным рождаться. Даже если уродовый, никогда, никогда, никогда не будет делать. Больше никогда будет. Понятно, да? Как она прочувствовала эту ситуацию? Раскайние означает три стадии. Первая стадия – чувство вины, вторая – труд, и третье – знание, что этого не надо делать. Все. Ну, это раскайние. Виноват, виноват, виноват – это не раскайние. Это игра виновного просто. Понимаете? Игра виновного. Я сам патч, я сам патч. Ты не сам патч, а просто патч. Ты чисть картошку. Первая стадия – чувство вины не должна длиться долго. Дальше можно трудиться над этим чувством. Нужно стать хорошим человеком. Но нужно стать не человеком, нет, а человеком – да. Не человеком «я плохой», а человеком «достойным» надо стать. В этом раскайние заключается. А не в том, чтобы из себя что-то делать, там, натворять. И когда человек опять же не то делает, он опять не то делает. То есть он раскаивается, раскаивается, раскаивается. Это уже прошло как минимум месяцев восемь с развитием стресса, и это уже шестая стадия, и он чувствует, что счастье опять не пришло. Вот я виноват, 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 еще месяц я виноват, долго обычно в этом состоянии человек не накроется, обычно месяц я виноват, два, и потом бац, и в психику приходит чувство, что что-то не торопит, опять не то делаю, что же делать, уже много состояний стынился, и никак счастье не приходит, и человек подает депрессию. Все, депрессия. Затянулась белый тень, глад старинного пудара, помните, песенка такая лицкая, ведь была как гуротина, я когда-то молодой. Часто тяжелые дыри бывают депрессии, депрессии, все плохо. Почему? Потому что молодость прошла, в молодости мы наслаждались, а в старости нечем наслаждаться, все, плачем, печалимся, ходим депрессники. Потому что мы не знаем, что жизнь у человека предназначена для отношений с Богом, что старости нет, есть мудрость, когда человек проживает жизнь правильно, его сердце очищается от конца жизни, и он становится мудрым в сиянии сего, из глаз, свет, человек радуется за всех, благословляет всех, счастлив. Депрессия может длиться плохо, несколько лет. В этой стадии депрессия называется экологические заболевания. Депрессия означает самописие. Человек не хочет жить. Или счастье, или смерть. Депрессия, вот такой лозунг. Кто сейчас депрессия приметит? Или счастье, или смерть. Время депрессии человек много спит, много есть. Делать нечего, потому что работает как во сне. Все делает как во сне, потому что хочет счастья, счастья нет. Что мы делаем? Это все ровнее души, это означает ровнее души, все. Душа же обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь, чтобы скуку в сердце превозмочь, понимаете? Трудиться души означает желать всем счастье, благословлять, заботиться об этом всем. Любить. Человек должен жить с радостью. Нам песни строить, и жить там могатый, она всегда за собой и тень. И тот, кто с песней на жизнь не шикарит, тот никогда не верит, а могатый. Песня означает молитву. Песня сердца, ношельность и святость. Музыка — это гармония пространства, гармония вселенной. Есть такое слово «рита», санскритское «рита». Рита, 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 ритм. Вот. Она означает ритм, вселенский ритм. Есть такое слово «ритуал» русское. Это слово «рита». Это означает вхождение со вселенским ритмом, гармонию, гармонию со вселенским ритмом. Человек должен совершать молитву, входить в гармонию со вселенским ритмом. Он должен побеждать свою судьбу с помощью высших сил. И тогда у него в душе звучит песня. Песня. Льется музыка, 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 И вовек не встанет кружить Бесконечное вечное мудроя, От которой так хочется жить. Почему от нее так хочется жить? Потому что жизнь — это божественная вещь. Душа божественную природу имеет. Когда человек связан с высшими, со святостью, с высшей силой, его сердце появляется в жизни. Жизнь. Не тоска, а жизнь. И так, как человек не знает, как внутренней жизнью жить. Он поэтому и в стрессе находится, нет другой причины. Потому что он примет только внешним счастьем жить. Но то, что Бог дал внешнего, то и счастье приносит. А внутри счастья нет. Вот как растение, которое надо постоянно поливать водой. Но человек — это не такое растение, которое надо поливать водой. Человек — растение, которое может высосать воду из земли. Понимаете? Это другой вид растения. Это называется внутренняя жизнь. Человек сам должен соединять себя со счастьем. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце поутру, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Так или нет? А когда человек счастье сам становится? Когда он верит в счастье. Кто такой вера в счастье? Это вера в святость. Кто такой святой? Святой — это тот, кто светится. Чем он светится? Солнце чем светится? Радостью солнца светится. Радость. Ра означает солнце. В древнем языке «дасть» означает «давать». Все просветает, когда солнце восходит. Смотрите. Цветочки распускаются. Птички начинают петь. Люди просыпаются. Так? Солнце, когда восходит. Солнце. Дарите солнце, как веселье, нецветли. Да? И станет на земле еще светлее. Есть радость, идущая от солнца. Это радость, счастье в земной жизни. А есть радость, которая идет от святости. Господь сравнивается в это с солнцем. Это внутреннее солнце. Есть маленькая искорка света. Это душа. А есть большая искра любви. Большой иск, шар любви. Это Господь. Если душа постоянно ретит от Бога, к своей земной радости она отухнет по дороге. А когда она поворачивается во внутреннюю жизнь, потому что Господь находится за душой, сзади. Внутренняя жизнь, значит посмотреть внутрь. Искать счастье внутри. Своих ошибок, своих проблем. Когда человек живет внешней жизнью, он всех линит во своих проблемах, других людей. Ему все не нравится. Колбасы нет, правительство плохое. Муж бросил. Все плохие. Все виноваты, кроме меня. Когда человек проходит с инфекцией стресса, то седьмая стадия называется принятие судьбы. Принятие судьбы означает, что я во всем виноват. Не я плохой, а просто так надо. Просто судьба так устроена моя, что так надо. Это хорошо, что у меня такая жизнь. Это хорошо, а не плохо. Поворачивается назад означает к Солнцу. Когда искр как к Солнцу поворачивается, то дальше она раздирается. Спроси у жизни строгой, Какой идти дорогой, Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за Солнцем следом, Хоть этот путь не ведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Дорога добра означает Богу, А дорога зла означает к своим наслаждениям, к счастью. Дорога к Богу означает дарить счастье. Дорога к наслаждениям означает ждать счастья, Хотеть счастья, искать счастья. Большинство людей идут дорогой зла, Поэтому не страдают. Люди, которые идут дорогой добра, не страдают. Не всегда счастливы и удовлетворены. Когда приходят трудности в жизни, Это для них испытание. Они верят, что это им поможет. А когда испытания заканчиваются, Они радуются победой. У них нет горя в жизни. У них есть только осознание, мудрость. Итак, принятие седьмое, Это последняя стадия развития стресса. Когда человек принял судьбу, Единственное, что нужно человеку принять судьбу, Сказать себе, А это хорошо, что у меня сейчас такая жизнь. Это хорошо, что вот сейчас, Из-за того, что я не чувствую счастья, Вообще даже непонятно почему, Я сейчас пришла на лекцию такую хорошую. Мне подарили цветочек, завяженный верой. И это значит, что у меня другая жизнь началась. Или вы не верите в это? Верите? Я тоже верю, что вы верите. Все в этом мире имеет важный смысл. Каждое событие очень важно в нашей жизни. Без него мы не сможем дальше двигаться вперед. Все, что происходит, имеет большую ценность. Только через годы это можно понять. Не может сразу человек понять цены своего страдания, Которые он сейчас имеет. Через годы можно понять. Выход из стресса начинается с поиска. То есть, моя стадия означает поиск. Человек ищет. Причем он уже не только по психологам, астрологам. Он ищет мудрость. Он ищет звук. Начинает слушать музыку. Слушать духовные песнопения. Слушать лекции. Да, человек прошел эти стадии стресса, он не верит глазам своим. Глазам верят только те, кто ищет счастье в этом мире. Внутренняя жизнь начинается со звука. Слушание означает движение внутрь. Взгляд всегда внаружу. А слушание всегда внутрь. Ты голос мой услышишь. Поиск означает, что сверхдуша или Бог в сердце человека начинает показывать путь, потому что человек спрашивает. Вот когда человек хочет счастливым, не то что-нибудь спрашивает у Бога, кроме того, чтобы быть счастливым. Или нет? Что-нибудь спрашивает? Да нет, он просто одно слово. Там включите все. Мне вот это добавили все, или мне все остальное мне не надо. Что ты хочешь? Как ребенок. Игрушку отняли. Все нужно сделать, чтобы он не плакал. Дай подарить ему любовь. Надо поклонить его, сказать, мой хороший. Это богатый стресс. Поиск новый источник счастья. Перед птицей пересканали. Ночь сравнивается с невежеством. С этим отчаянием депрессии. Свет звезд коснулся крыльц. Конец. В час грусти и печали Ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, Солнце взойдет, Солнце взойдет, Солнце взойдет. Поверите или нет? Или мне-то все плохо, или мне-то все плохо. Задет Солнце или нет? Если человек не верит, значит, он в него нет веры в сердце, он не верит в Бога. Без верующих невозможно. Но, понимаете, выход из сердца не означает, что одного мужика на другое заменили. Шило на мыло Бог не меняет, понимаете? Он дает более высокую реальность. И когда человек ищет Бога, он неожиданно проявляется совершенно. В Новосибирске, разум, была такая ситуация. Я не люблю такие ситуации. Я отругал потом своего помощника. Он, короче, так упрекся лекциями, что он организовал мои лекции в Новосибирске. И когда шла лекция, он взял колонку на улицу. И он, короче, сел, колонку выставил. И люди, они вот думают, что так легко можно изменить жизнь улики. И они... Он сел, как партизан. Начал наблюдать за всеми. И он смотрит, как люди. Человек идет, идет, идет. И бац! Встал. Слушает. Слушай, слушает. Вот образ завернул. На фигурационный запах шел. Другой идет. Четвертый идет. И бац! Встал. Слушает. Он так раз тебя заставил пойти дальше. А голодом оборачивается. Не хочет меняться. Не хочет ничего менять. Он такой наскваждался сидел. Вот он гранату бросил в общественную жизнь. Люди, которые начинают развиваться, они делятся на три категории. Первая категория — фанатики. Кто такие фанатики? Они себя менять еще не хотят в сердце. Они летят менять всех окружающих. Они не знают, что такое настоящая работа на собор, внутренней жизни. Но знание их уже вдохновило. И они начинают всех не мучить вокруг. Вот сейчас, допустим, на первую стадию бальцово-дети вас будет поджигать прямо. Мужу дать послушать лекции. Сказать, как нам надо жить правильно менять собаки. Мясо выкинуть из холодильника. Вот. И так далее. В зависимости от того, где пробило, в какой месте, туда и фанатизмы делают. И человек начинает рушить свою жизнь. Он всех мучает, долбит вокруг знаниями. Потом и тебе письма не пишут. Олег Геннадьевич, верните мне жену. А я дедушку не пил, я дедушку любил. Я наоборот говорю, что не надо делать этого. Люди все равно делают. Потому что они хотят, чтобы счастье извне пришло. Даже духовное пусть извне приходит тоже. Пускай все вокруг стало хорошими. Тогда мне будет жить лучше. Это обман. Само обман. Не надо поддаваться на эти провокации. Меняйте себя. Не трогайте близких людей. Меняйте себя. Но если вы очень смиренны. Очень-очень смиренны. Особенно, когда Бог отзовется в сердце человека близкого. Когда он спросит Бога. Например. Слушай, я не пойму, что такое? Он говорит близкий человек. Что такое? Постоянно такая проблема. И вы ему говорите. Какая-то лекция, такая-то минута. Слушай, что такое? Что такое? Когда он обманет. Если вы в тему как бы ей помочь человеку хотите просто. Ну, именно от его протеи. Не навязывайте ему саму идею, знание. Просто ему хотите помочь. Тогда вы приняли. Не могу быть фанатиком. Из третьей категории людей есть люди безразличные, которые хотят счастье в себе. Они как растения живут. Им наплевать на всех. Только кажется, что мы любим друг друга. Люди просто наслаждаются друг другом. Это безразличие. Поэтому не бросают неожиданно друг друга. Потому что наслаждение закончилось. Все теперь живут вместе. Ну, расходимся. Понимаете? Безразличные люди. Не работают над собой. Дальше есть идеалисты. Идеалисты – это те, которые хотят других поменять, а не себя. И есть третья категория людей – это человечные люди. Человечные – это которые понимают других людей. Понимают, что это трудно жить, поэтому так себя ведут. Нет плохих людей. Есть только люди, которые не знают, как быть счастливыми. Делают глупость без этого. Итак, следующая стадия – это принятие более возвышенной реальности. Восьмая стадия. Человек начинает видеть мир по-другому. Когда эта стадия у меня началась, после вашего первого приезда, у нас в городе открылся клуб «Ладость». Мы хотели бы сегодня пригласить всех желающих к нам в клуб. Не будем бы открыть, чтобы помочь нам. Оля. А где Оля? Ага. Вот это у нас такая роль. А клуб «Ладость» – это как раз здесь выход. Смотрите вот дальше. Лекции слушать, обсуждать их. Это всегда нам нужно делать. Вместе с тем. А вот Оля вас приглашает. Кому они всегда туда приглашают? У нас клуб «Ладость» проходит в радио. Просто можно подойти после лекции и записать с телефона. Мы будем знакомы приглашать. Да. А вообще, вы анкетки отвечали людям, чтобы они заполнили откуда, нигде? Да. Вы раздаете анкеты? Сейчас организаторы сдают анкеты, анкеты или нет? Нет. Нет. После будет. После. Ну, можно просто подойти, я буду записывать с телефоном. Ну, ладно. Это вопрос организации уже. Ну, вот девушка, по крайней мере, о вас позаботилась. И, ну, надо подойти, если вы хотите поучаствовать, вот, жизнь свою поменять, хотите общаться, слушать лекцию дальше. Ну, какая симпатичная, хорошая девушка. Спасибо. Спасибо. Есть анкетки, да? Не разочаровали вы меня? Есть, есть анкетки. Хорошо. Угу. Угу. Потому что часто люди, может, и не подумали сейчас, они могут не подумать, что это надо, а потом захотят, а негде взять. А есть ли япончики там. Угу. Уже записаны, и мы можем оповестить о следующем поместье. Следующая стадия, девятая, это так как Бог повёл человека в это время в жизни, то он человек начинает встречать неожиданно людей каких-то новых в жизни. какие-то отношения появляются, какое-то знание приходит. Неожиданно всё. Кажется, что это случайность, но никаких случайностей нет. Всё зависит от того, чего мы хотим. Веды объясняют, что в этом мире самая главная сила, которая движет нашу судьбу, называется желание самого человека. Если желание человека направлено не туда, то жизнь тоже плечёт не туда. А когда желание идёт в нужное русло, когда человек хочет знания, хочет правильно жить, хочет всем служить, хочет заботиться обо всех. Когда в этот момент он становится ближе к Богу, Бог начинает лично ему помогать. Он находит ему правильных друзей, а потом и правильную работу, а потом и правильные отношения к семье и так далее. И вот на здоровье. То есть всё меняется в жизни в лучшую сторону в этом случае. Надо всем раздать анкетки, всем до одного. Даже если человек не хочет, он подумает и запишет потом. «Это не насилие. Это… Собода». «Это не насилие. Собода». Перемены начинаются, когда человек… Сначала человек видит более возвышенную реальность. Это восьмая стадия. Вот видит, что жизнь может быть другой. Вот сейчас у него такая жизнь, а жизнь может быть другой. Но это не значит, что он её уже принял. Вот он увидел, что жизнь может быть другой. Вот есть, допустим, религиозные люди. Ранее я считал дураками, а сейчас смотрю, вроде дураки. Есть люди, значит, которые как-то по-другому жут. Они молятся, они совестливы, они желают всем счастья. Зачем это делать? Теперь я понимаю, почему я это делаю. Вообще, как бы надо работать побольше, а оказывается, вот и помолиться неплохо. Ну, то есть, принимает человек, что это есть. Но есть ещё следующее стадии, когда человек не просто принимает, что это есть, а он новую реальность принимает. У него новая цель жизни появляется. Он не только понимает, что это есть, а он ставит это своей целью в жизнь. Цель. Как только цель поставлена, начинаются перемены. Жизнь человека предназначена только для того, чтобы получить знания. Потому что для счастья предназначены животные формы жизни. Душа может жить разной формы жизни, написано в этом. В целом, это разные стадии пробуждения. Вот жизнь в дереве – это жизнь в глубоком сне. Душа себя не помнит вообще в теле дерева. Она там отдыхает, она спит. И поэтому даже если веточки дерева обрезать, душа немножко встрепену, может встрепенуться и начинает расти лучше. Да? То есть поэтому обрезать веточки дерева, чтобы встрепенулась, росла лучше. Но в жизни есть дереве. Там признаки жизни какие? Дерево стремится к счастью. Счастье оно может воспринимать только в виде солнца. Поэтому оно стремится к солнцу. Дерево размножается, то есть любовь есть. На самом низшем примитивном уровне в деревьях есть любовь. А также высшая любовь в деревьях проявляется в виде цветков. И аромат – это то, что иное, как энергия любви. Поэтому дарим ей женщинам цветы. То есть потому, что цветок и женщина – это одно и то же. Есть в человеческом теле цветок – это женщина. А есть в теле дерево цветок – это цветок. Понятно, да, система? Поэтому когда мужчина женщине подарит цветы, это указывает на то, что он ее воспринимает как любовь, а не просто как квадратуру готовит. Понимаете? Как любое воспринимает женщине. Поэтому дарят цветы. Цветки – это энергия любви, растения. Но растение спит, оно ничего не помнит. Сон без сновидений, форма жизни такая. Но даже во сне стремление к счастью есть. Есть защита от коралла у дерева. Есть общение, листики, общение с мином. Через листики дерево общается с мином. Есть размножение, да, семена. Есть рост, стремление к чему-то, настребиться. Разум проявляется через рост дерева. Устремленность к свету. Вера. Дерево есть. Но все остальное неосознанно. Глубокий сон. В форме дерева живое существование, я не понимаю. Потом животные формы. Более развитая животная форма, более пробуждающая сознание. Это сон со сновидением называется форма жизни. И вот именно в форме жизни сон со сновидением в это время все радости этого мира Бог дает душе в полной степени. Все радости, которые животное получает, человек в такой степени радости этого мира получить никогда не сможет. Шансов нет. Причем, каждая форма жизни предназначена для конкретной формы радости. Потому что невозможно сразу все формы радости этого мира получить сразу. Для этого нужно иметь определенный тип тела, чтобы получить какой-то тип радости. Вот, например, орел получает радость взгляда. Он видит с высоты двух километров так, что нам и не снилось. Он видит маленькую букашку с высоты двух километров. Орел. Радость спали вот так, что он получает. Мы не можем летать. Это уявительное чувство ворота. Уявительное чувство. Он может на дельтоплане полететь, но он только капельки этого чувства может получить. А птица, она... Вот ты на дельтоплане может только так, понимаете, лететь. А птица может и так, и так, вообще и так. Ну, как хочешь, то есть. Она может и перевернуться и так. Ну, что хочет, то и делает. Это Бог ей дал это тело, чтобы наслаждаться полетом. Когда человек хочет наслаждаться полетом, получает какое тело? Тело птицы. Самая высокая мечта. Высота, высота. Значит, тело птицы. Тело птицы. А? Тело птицы. А? Конечно. Ничего не заканчивается. Прогресс не заканчивается. Насладился высотой. Потом, если хочешь развиваться, получить тело человека. Тело человека отдается для того, кто хочет истины. Кто хочет развития. Кто не хочет наслаждаться просто этим миром. Если хочешь наслаждаться пищей. Допустим, тебе хочется вкусно кушать, да? Тело свиньи. Посмотрите свиньям в глаза. Сфотографируйте, сфотографируйте глаза человека, когда он ест. Когда свинья ест и когда человек... Смотрите в глаза. Сделайте видеосъемку. Я сделаю. Свинья, когда ест... Блин, это неповторимое. Такое счастье просто вообще. Безумное. Глаза вот. Балдеж полный вообще. Супер то есть. Безумья всегда будет получать радость. Конечно. Но для этого свиньёра не важно получать радость. Станет от человека. А? Человеком как достанет? Там должна приобрететь. Есть от этого причины. Да. Когда животное рождается у человека и служит человеку, то она получает человеческую форму жизни. А человек, когда служит святому, становится святым. Это всё зависит от служения. Собака гавкает и человек высторожит в дом. Она превращается в человек. Низшие формы животных не могут стать человеком. Высшие формы могут. Но животное эволюционирует тоже. С одной формой, другую, перекочется. Но для того, чтобы наесться побольше, если хочется есть больше, тогда тело коровы. Целый день едим, ночью тоже едим. Пережевываем. Для этого всё устроено. Там несколько желудка попрыгивается назад, туда-сюда. Система работает. Не выспались? Не выспались. Делай медведей. Пожалуйста. Полгода спим. Попробуй полгода спать вообще в человеческом деле. Можно, нет? Медведь, полгода можно спать вообще здесь. Спим и спим полгода. А здесь вообще больше даже, да? Зима дольше – 30. Супер. Вообще. Если напряжение постоянно, хочется расслабить тело кошки. Постоянное расслабление. Ногу подняли. Так, так стоит. Так, 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 так. Нет проблем. Как хотите, так обвините. Полное расслабление. Человек так не может быть расслаблен. Невозможно. Сексом наслаждаться хочет. Дело обезьяны. Приезжайте, вы ими посмотрите. Эротические фильмы «Отдыхай». Там такие без еписки по 5 раз в день обезьяна может. Никаких половых расстройств. Супер. Вообще. Клавно. Американские ученые додумались пересаживать мужикам половые органы обезьяны. Работают. Но, правда, они почему-то как-то по-другому начинают себя вести. Ну, такие становятся другие, более эмоциональные мужики. Заметили. Психика тоже меняется. Под половые органы подстраивается. Хочется плавать тело рыбы. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тело дельфина. Супер. Понимаете, человеческая жизнь не предназначена для земного счастья. Поэтому ничего не получается. То секс не получается. То елся там, расстройство пищеварения. То сон нарушится. Никак не понаслаждаешься. То, 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 то боль. Блин, ну что такое вообще? Ну, что такое? В человеческое тело мы попали просто. Вот чёрт. Оно такое хрупкое, понимаете? Оно вот неприспособленное. Хочется бегать? Пожалуйста, ангелопогнул. Ну... Да человек вообще отвлекает. Такой. Да никто так бегает. Там, 고�зой. Ну, да хоть и болзой, хоть и болзой. Ты всё равно как собака не пробежишь. Она бежит. Наслаждается полный чуток. Понятная система или нет? Если хочешь наслаждаться счастьем в этом мире, животная форма жизни. Когда я мудрец читал лекцию по логическому знанию, один человек слушал, слушал, как раз об этом речь шла. Руку поднял и говорит, ну такая кошка я хочу родить. Классно. И мудрец это, а слово мудреца это закон. Святой человек, когда что-то говорит, это закон. Мудрец поднял руку вот так, говорит, татавству. Татавству в санскритах означает, да будет так. Все кошка я хочу. Ну дурак, ну что делать, никак не помыть. Надо, что пожел кошкой я хочу. Поняли, о чем речь? Человеческая форма жизни очень редка. Она предназначена не для того, чтобы дом построить. Для того, чтобы дом построить, надо родиться в дерево бра. Пусть и все же в доме не строят. Аминь? Она предназначена не для того, чтобы сексом заниматься, тело обезьяны. Не для того, чтобы кушать классно. Тело коровы и свиньи. Не для того, чтобы податься со всеми. Тело козла или барана. Для того, чтобы раздавать тело волка, человеческое тело предназначено для мыслей о Боге. Но предназначено для веры, для самопожертвования, для верности, для выполнения своих обязанностей, для развития себя как Личности. Работа, дом — это все просто для того, чтобы хотя бы чуть-чуть времени на это осталось. В человеческом деле даже время на работу над собой выделяется в жизни всего несколько часов в день. Но это время хоккей смотрит. Да, у нас свободное время возникает, но хоккей смотрит просто. И каким веки стресса въехать, ничего не получится. Поэтому стрессы возникают в жизни человека, что он живет неправильно. Потому что если человек живет правильно в жизни, его никогда стресса не возникнет. А трудности, которые возникают, он может перенести с помощью внутренней силы. А если у вас точно есть стресс, это значит, вы точно живете неисправильно, сто процентов. Иначе зачем Бога вас наказывает? Итак, принятие новой цели в жизни, начало перемен, следующая стадия. Появление новых возможностей. Возрождение в сердце веры и чувство настоящей жизни, настоящей жизни. Я когда вот это состоял, я тоже уже все пережил в своей жизни, поэтому лекцию зачитаю. Я знаете, я шел по городу, посмотрел на людей и видел, что это мне все чужое. Я понимал, что это не то, к чему я хочу стремиться. Я смотрел в глаза людей, смотрел на машины, на автобусы и понимал, что это все не то. Я искал истины. Когда я увидел храм, я подумал, вот это то. Не значит, что я устал именно в этой вере, но я направление жизни искал. Я понял, что я настоящее направление. Оно не просто в суете жизни, оно в внутренней жизни, в вере, в верности, в глубине отношений. Следующая стадия, первые победы над судьбой, видение, они дают видение новых направлений жизни. Вот часто люди ко мне подходят, говорят, а люди над чем не заниматься, не знают, что делать. Ну пройдите все эти стадии, узнаете. Ну как я в любви с ним? И дальше, последняя стадия, это победа над стрессом, которая соединяется с духовным подъемом сильным и жизнью, новым плечом начинает бить в сердце. Поднимите руку, кто дошел, дай поставить. Я вас представляю. Это хорошая победа. Это возможно только с помощью знаний. Победа всегда в этой жизни приходит только с помощью знаний. Я сейчас вам дам некоторые важные вещи в вашей жизни. Какие-то советы очень важные. Самые главные вещи в жизни, да, самые главные, скажу. Первое, что самое главное, вы должны знать. Жизнь человека меняется через общение. И общение же разрушает жизнь дальше. Мы говорим не просто о полтавне на улице. Я говорю вам о отношениях с верой. Во что вы поверили, туда потянется ваша жизнь. Если потеря в человека, любили в человека, поверили в человека, туда потянется жизнь. Если вы завели собачку, поверили в собачку, туда потянется ваша жизнь. Если поверили в Бога, туда потянется ваша жизнь. Поверили в машину, туда потянется ваша жизнь. Во что человек верит, как он говорит, во что я верю. Вот когда вы засыпаете, о чем вы думаете, в ото и вы верите. Когда вы ничем не занимаетесь, отвлечены от всего, если думаете, холодильник надо купить, холодильник надо, и так поставим на рождение. Это ваша вера. Значит, жизнь идёт не туда, допустим. Если секс, засыпаешь, только тётки голые, только тётки, значит, вера в этом заключается. Все эти виды веры приводят к стрессу. Я уже рассказывал, как. Механизм простой. Человек начинает мечтать, эта мечта его формирует какое-то желание, а по жизни всё наоборот. Мечты, мечты, где ваша слабость, пришли, учли, осталась гадость. Потому что жизнь человека с мечтами не принимает. Ему не нравится жизнь. Потому что жизнь даёт то, что ты заслужил, а не результат твоей мечты. Поэтому жизнь это само собой всё протекает в жизни. Не надо беспокоиться о жизни, понимаете, но без слов. «Ой, когда же я закончу институт?» «Не волнуйся, закончишь?» «Ой, когда же я вожу?» «Приедёт время, родишь. Когда я выйду замуж, сто процентов выйдешь. Успокойся. А если будешь думать так, не выйдешь. Выходит замуж только счастливые. Они не такие. Они несчастные». Но человек не может отвлечься от своих проблем. Потому что он хочет счастья. Человек не может жить без счастья. Не может. «Там есть только один способ отвлечься от своих проблем. И выйти из этой постоянной мечты, тоски, жадности, зависти, гнева, злобы. Только один способ. Это направить свою мысль к святости. Потому что там нет желания жить для себя. Это единственное место, где есть выход. Потому что у человека в сердце у самого нет способа быть бескорыстным. А именно это дает настоящую жизнь. И настоящие победы. И знания настоящей жизни. И понимание, что я душа идет через бескорыстие. А бескорыстие невозможно без святости. Бог, когда человек бескорыстно ведет себя, Бог через него действует. Я сегодня в гости к одному человеку пришел. Он начал меня дарить, 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 дарить мне. Я почувствовал Бога, присутствие Бога. Я смотрю на него, чувствую Господь рядом, что-то делаю. Зачем бескорыстно настроен Господь действует через него всегда. И ты можешь по-разному к этому отнестись. Можешь пожадничать, а можешь просто дарить назад, служить. Бог хочет взаимности тоже, как так же, как и мы. Он хочет тоже, чтобы мы служили. Он не хочет, чтобы мы жальничали. Поэтому надо думать о святых людях. У нас есть только один выход, одна надежда, что мы сможем вырваться из этой западней судьбы, корысти, жизни для себя, грез постоянной, мечты, обиды, желаний, страданий, нищеты. И все это признак убогости. Что значит? Ну, это слово неправильно. Богость означает «бог». Ну, то есть признак безверия. Почему? Почему нищета? Потому что не хватает благочестия. Почему не хватает? Потому что мало добрых дел делает. Ведь когда человек делает добрых дела, жизнь его наполняет всем необходимым. Так же, как человек поливает то дерево, которое дает плоды, так и жизнь поливает человека, когда он начнет давать плоды, а не думать о себе только. Первый совет. Ищите общение. Поймите такую вещь, что отношения со святостью или с теми людьми, которые стремятся к Богу, как самосовершенствованы. Или, допустим, вам это страшно слово «богу». Ну, вот есть клуб «лагость». Там вообще никакому Богу вас звать не будет. Просто лекции слушаем, обсуждаем. Все, чай пьем, расходимся. Приходите общаясь. Нет? А что там у вас? А? Все? Про Бога тоже говорит? Что, какую-то веру всех тянет? Нет? Нет, они не тянут. По разу на веру можно приходить и говорить о Боге, о лекциях, обсуждать. Первое общение. Без общения человеку тукает, затукает. Вот сейчас мы с вами поговорили, у вас с утра рано вставать, захочется послушать лекцию, время режим дня. Послушать, захочется правильно жить, рано вставать, правильно питаться, начнется жизнь ключом бить в вашем сердце. Но если вы не будете общаться ни с кем, даже слушая лекции, ваша жизнь начнет затухать. Потому что ум все равно вас победит и он вам будет объяснять все ваши поступки. Он вам будет говорить, сегодня покушаем вечером торт, а Легинач уже спит. Как далее? Он говорит, ну, он вам каких вещей говорит необычные, которые вы раньше не слышали. В конце концов, ваше жизнь опять вернется в прежнее русло, несмотря на то, что вы слушаете лекции. Почему? Потому что не хватает общения с теми, кто живет так же. Потому что совесть всегда проявляется только через друзей. На самом деле у человека слушание старшего всего должно быть 30% жизни. Да. А общение с правами 60% и 10% общения с младшими. Надо понять, что это, может быть, сначала вы будете слушать только лекции, и это будет у вас 90% или 100%. Но в какой-то момент надо начать с кем-то будет жить, кто тоже так живет. Иначе вы не удержитесь на этом 100%. Только через общение приходит докторение, и Бог через общение действует. Вот объясню вам. Вот смотрите, допустим, если вы сами себе сказать, завтра рано встаете. Встанете рано? Ну, иногда встанете, иногда нет. Чаще нет. Потому что когда человек сам себе слово дает, это слово не имеет цены. Или цена очень слабая. Но если для чего-то рано вставать, тогда другое дело. Тогда вообще без вопросов. Но если вы сказали это кому-то, своей подружке завтра рано встают. Подружка же потом может спросить. Она же тоже этим как раз занимается. Она сказала, а ты рано встала? Нет. Завтра встала. Ну, хорошо. Давай, пробуем. И завтра все тяжелее будет не встать. Так или нет? Совесть действует через близких людей, через друзей всегда совесть действует. Пусть в группе в контактах. У нас, знаете, вот в контактах есть группа «Законы счастливой жизни». Знаете, сколько там людей приходит и добро? Ну, к примеру. Тысяча. Тысячи. Тысячи. 250 тысяч. Нормально? Ищите отношения. Ищите отношения. Ищите отношения. Ищите друзей. Не оставайтесь наедине с собой. Люди в невежестве живут в своих грезах и идеях. И людей используют как подсудный материал. Люди в страсти сотрудничают с людьми на деловой почве. У них нет отношений сердечных. У них есть только деловые отношения. Даже муж и жена просто наслаждаются друг другом и помогают друг другу жить. Сердечных отношений нет. Поэтому они и расстаются. Люди в благость не бросают друг друга. Бросают только люди в страсти. Когда между людьми есть сердечные отношения и могут бросить друг друга, в какой стати бросают? Поэтому в благость переходите, ищите друзей настоящих. Для этого надо пробить свою замкнутость, зажалость в себе. Люди в страсти, они постоянно боятся этого мира. Все меняют, боятся. Живут в скорлупе. Надо пробить эту скорлупу. Идти, общаться. Это первый совет. Следующий, второй совет. Не позволяйте себе ошибаться. Запомните, когда человек позволяет себе делать глупости, то дальше это становится привычкой. Допустим, вы решили встать похоже. На следующий день уже вам не надо решать встать похоже, вам захочется встать похоже. А если три дня подряд встать похоже, пораньше уже не встанешь. Надо пять лекций слушать, пять лет окнавляться. Не позволяйте себе снимать, ну, вот скажем, ну, как вы, делай шаг назад, не позволяйте себе. А если чувствуете хочется, больше общения надо значить. Следующее правило. Заставляйте себя хотя бы раз в год или хотя бы еще лучше раз в месяц сделать погружение. Вот сейчас три дня это было погружение в вашей жизни. Не в тину, а в свет. Понимаете? Ну, некоторые люди в тину погружаться любят. Они едут куда-нибудь, на острова, там у них постоянный секс, купание, обжирание и так далее. И потом они приезжают и при сеньке полут домой. Думают, что их жизнь стала как сильнее от этого. А после этих есть даже понятия психологии. После отпускной синдром. Когда люди разводятся, после отпуска бросают работу, болеть начинают. Это результат неправильного отдыха. Отдых означает рекри. Погружайтесь в духовную реальность. Ездите в святые места. Ездите на лекции, на фестивали. Рекламная пауза. У нас есть фестиваль «Благость», который длится две недели. Фестиваль проходит два раза в год. В мае и в октябре. В сентябре, октябре. Почему так, чтобы было дешевле? Потому что в середине лета в Анарке очень дорого все. Мы взяли время, когда можно дешевле отдохнуть. Кто из вас был в фестивале? Что вы скажете? Ну-ка, микрофончик нам дайте. Кто мне скажет? У нас в фестивале «Благость» не слышит. Ну давайте, скажите. Когда вы были, кстати, давно? В последний фестиваль. А вот девушка на последний. Дайте мне. Ну расскажи. Последний. Добрый вечер. Фестиваль – это, конечно, супер. Это классно вообще. Это словами просто не передать. Мне очень понравилось. Очень. То есть там такая атмосфера. Там люди такие благостные. Организаторы. Там все сделано. Просто обалденно. Это правда. Там еда очень вкусная. Там лекции. Там дети. Там обстановка. Там вот этот вот сам даже пансионат. Ну все. Мне очень понравилось. Спасибо вам. Вы ожидали этого, когда поехали? Вы знали, что так было? Нет. Я как бы надеждала. То есть у меня это произошло как бы неожиданно. Я хотела, но у меня не получалось. У меня не было возможности. Уже в последний момент я как бы решилась все-таки поехать. Спасибо. Спасибо вам большое. Огромная оригинальность. Это правда, собственно говоря. Даже я уже много раз. У меня уже 14-й фестиваль. Как я там и работаю, я испытываю огромное счастье. Представки 600 человек собираются вместе. И самые лучшие. У нас там авторские песни нравственные, спектакли. У нас там самые лучшие лектора приезжают. Самые лучшие повара. То есть все самое лучшее. Мы стараемся на этот фестиваль. И люди просто плачут, когда уже участвуют. Приезжают. 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 Приезжают на две недели. А когда вы принимаете? В лет 15-16-го. Что-то такое. Где-то за племесью начинается регистрация. Приезжают. Следующая. Да? Нет. Ну, наверное, хватит уже. Знаешь. Ну, скажи по словам. Спасибо. И скажу. Да. Уже все сказали, что все замечательно. Уже хочется прям переедать и так жить. Где? Там в Анапе? Да не обязательно там в Анапе. Но хочется так жить. Знаете, люди там остаются еще. Потом когда фестиваль разъезжается. Потом увидят, что все поменялось. Музыка другая. Спасибо вам за эту помощь. Итак. Не обязательно. Есть много разных фестивалей. Есть разные религиозные фестивали. Есть много полуночных святых мест. Есть много таких организаций. Сейчас очень много организуются мероприятий, приносящих истинное счастье. Когда люди встречаются для того, чтобы отдых совместить с духовным творчеством. Это самый лучший отдых, который только бывает в жизни. Самый лучший. Я по-другому не отдыхаю. Я еду в святое место. Меня там свой, конечно, не фестиваль. Но я восемь часов едить молитва. А потом общение с хорошими людьми. Отношения. Общение. Лекция. Выполный песнопение. Очень красивый, такой великолепный. Противно даже думать. Когда у меня так была ситуация, что я по делам приехал в Маркок. И попал в Паттайю. Хотел искупаться на море. Просто увидел эту атмосферу пляжного отдыха. Меня просто чуть не вывело. Я вот, ну, как бы. Плохо. Не нравится мне такое. Партина. Нет там счастья никакого. Просто сон. Сон души. Следующий совет. Учитесь внутренней жизни. Учитесь молитвы. Я вам сейчас расскажу свой опыт. Это будет самое лучшее для вас, чтобы вы начали. Читать молитву или настрои позитивные, нужные, подвижные. Выберите одно из нескольких положений тела. Их можно менять положение тела. Потому что тяжело его родиться в одном. Когда человек стоит неподвижно, то он способен привыкнуть к своей судьбе, принять судьбу. Самый лучший способ принимать судьбу – это неподвижно стоять. Когда человек стоит на коленях и молится. Неподвижно тоже. Когда человек двигается, работает ум. Когда человек останавливается, работает разум. Запомнили, да? Правильно. Когда вы ходите, вы будете думать. А когда вы остановились, то разум начнет крепнуть и сильнее, становится сильнее. Стоя на коленях, человек способен подчинить себя воле Бога, подчиненную силу вырабатывать и смирение. Когда человек сидит на ягодицах, вот так, еще ниже, то в этом состоянии вырабатывается сила воли и концентрация внимания такая, к победе. Воле к победе вырабатывается. Следующее положение тела называется позадобаса. Когда человек, вот это надо уже, его это заниматься, научиться это делать. Это очень сильно увеличивает концентрацию внимания. То есть у человека психика сосредоточена на том, что он делает очень сильно в этом положении. Следующее положение, особенно женщинам подходит очень хорошо. Оно и лечит гормональные функции. Это положение может вообще просто одно вылечить от безблогия. Положение называется позадобавочки, когда вот ножки, стопки, вот так вместе и сильно прижимаются к ягодицам. Понятно? Понятно, да? Вот человек садится вот так, он стопки сидит, постепенно ближе, ближе, ближе к себе. И так он сидит, и у него сиденье так тяжело, и он немножко прогибается вот так вот, раз, и вперед. И вот сидит вот так вот. Это мужчинам тоже хорошо. У мужчин это контролирует половое желание. Когда человек в таком положении сидит, то тетки уже не снятся. То есть он как бы спокойнейшим становится. Знаете, это он, когда постоянно, он постоянно жив с массой держит. И вдруг смахну слезу рукой, и снова вижу образ твой Мадонна. Понимаете, ну невозможно, сколько можно так жить? Надо после бабочки сесть, посидеть, полчаса помолиться. И когда половые органы мужчины остывают, потому что мужчины, половые органы должны быть холодными. У женщины половая энергия горячую природу имеет, тёплую. Она должна быть женщине, она должна быть тёплой всегда. Позна быть пщительной, тёплой, доброй. Это её естественное состояние. А мужчины половые органы должны быть холодными. Он должен быть спокойный, его естественное состояние. Так спокойный, рассыдительный, боевой, крепкий. Вот представьте, женщина, мужчина постоянно из вами верит. Такой, чё-то от вас хочет. Ну, приятно с такими человеками делать? Нет. А спокойный, такой уверенный. Это значит, что он проявится на половую энергию. Это значит, что его желание секса под контролем находится. Это положение поза бабочки, оно возвращает психику мужчины под контроль. А женщине делает хорошую термональную функцию. То есть у неё восстанавливается всё, цикл там, всё прочее. Она может родить ребёнка в хорошем положении. И это же положение, оно успокаивает психику и мужчины в женщине. И ум становится уравновешенным. Поза бабочки – очень важный, хороший способ иметь здоровье и принцип радости. Следующее положение – это положение вот так вот. Нога за ногу, вот так вот, нога за ногу. Понятно, да? Это положение, предназначенное для тех, кто сильно привязан к ситуации. Всё, не могу. Это означает нога за ногу. Оно отвлечённость, отстранённость развивания человека. В положении тех. Понятно, да? Если вы просто хотите сидеть, то это вам не поможет. Особенно с согнутой спиной. Но поза бабушки – согнутая спина, она как прямая. А если просто вот так расслабиться, болитвы не будет. Нужно сидеть прямо. Прямая спина означает победу в лицу твой согнутой, означает безволие. Надо застыть в этом положении. Я также вам ещё расскажу один секрет. Если человек застывает на ногу в одном положении, то в это время нужно расставляться. Не нужно бояться, что тело как-то затекает. Не нужно этого бояться. Я мокру, сейчас секрет полголетия. Я каждый день этим занимаюсь в своей жизни. И мне нет болезни, я не поверю. Секрет очень простой. Для этого нужно, когда ты борешься, потому что именно молитва или святость надаёт человеку силу жить. Всё остальное забирает человеку. Желание сердца, желание беды, сна – всё это забирает жизненные силы. Молитва воскрешает человеку. Солнце вот это зажигает эскруб. Солнце зажигает эскруб. Когда человек сидит неподвижно, первое, что происходит – у него всё тело начинает потихоньку затекать. Это означает, что тонкие каналы психические не могут пробить грехи или болезни в теле. Понятно, да? Дальше человек молится, как вы себе говорили – всё будет хорошо, всё будет спокойно. Затекание пройдёт. Говорите – всё пройдёт, всё пройдёт. И он старается расслабиться внутренне, молится дальше. Интересные вещи происходят. Сначала всё затекает, потом всё деревенеет. Вот когда деревенеет, это уже пробивается энергией. Такое ощущение, что немее тело начинает. Немее. Следующая стадия какая? Неожиданно в теле наступает жар. И вместе с жаром идёт расслабление. А последняя стадия – сильная лёгкость. Вот когда лёгкость возникает, это значит, что вы победили какие-то болезни на то время. И это можно делать каждый день вместе с молитвой. Но без молитвы это выключить невозможно. Он просто так сидеть в этом положении, неподвижной, без всего, с ума сойдёшь. Психика должна устанавливать на святость, иначе вы не сможете вот этот цифр проделать. Обычно у человека от затекания до лёгкости состояние длится, наверное, где-то 40 минут, полчаса. Нужно время где-то. Иногда быстрее, иногда дольше. Но в целом хочу вам сказать, что сразу вы не добьётесь этого. Если вы на какой-то стадии уже не можете дальше, это значит, что судьба сильнее вас. Но просто поменяйте тело. Поменяйте это положение тела дальше в молитве. Придёт время, вы научитесь побеждать судьбу. И с помощью молитвы, и когда лёгкость возникает, вот это вот, то в этот момент также концентрация становится огромной. На святости, на чистоте. И у человека радость в сердце как бы развивается. И он чувствует непутновенно счастье. Это всё одновременно происходит. Но мой опыт показывает, что если у вас не будет голос святого человека звучать, пускай не ваша идея, не важно. Просто голос святого человека. Все у меня спрашивают, где найти голос святого человека. Я объясняю. Вот все люди, которые просто верят, молятся, поют, обмодят. Этого уже достаточно, понимаете? А если ещё вы узнаете, что этот человек всю жизнь Богу служит, то он точно уже для нас просто как в небесах. Понимаете, люди в основном в жизни не верят в святость. И считают, что отзывов нету сейчас. Они раньше были. Это всё в игре. Вот любой человек, который работает над собой, молится, поёт о Боге, его голос уже к Богу идёт, и уже этого достаточно. А если вы ещё узнаете, что человек наставником является, он многим людям помогут и так далее, его молитвы исцеляют, то его голос будет вообще чудом. Не важно с какой веры. Начните просто с голоса. А потом найдёте в своей вере, в своей культуре. Надо поискать. Вот если, допустим, хочется голубоку найти в интернете, только с проблемой. Человеку садится и ищет. Девушку моей мечты, королеву красоты. Вот. А святого человека где брать, не знаю. Ну точно так же садись и ищи. Сейчас в интернете можно найти святого человека и что хочешь. Вот. Поищите. В смысле голос? Что можно делать, что ли? Может быть. Может молиться. Обязательно что-то должен делать. Голос означает «звучайник». Не важно. Пускай что-то делает. Молится, поёт. Ну ладно. Я понял, вы меня не поняли. Хорошо, сейчас поймёте. Я просто приведу пример. Я взял просто вот то, что мне нравится. Выписал, вырезал. Ну просто три варианта из разных духовных традиций. Три варианта, просто чуть-чуть. И это достаточно, чтобы ваша молитва была сильной. Это уже вполне достаточно. Вполне, мои хорошие. Давайте начнём. То есть мы это включаем на самом деле. А? А? Мы это включаем на самом деле. Да. Прямо включать в этой молитве. Вместе с ним молитесь. Потому что нужно настроение. Понимаете, когда человек молится, если у него нет никакого настроения, то внутри что вспыхивает? Там внутри есть пространство внутреннее, которое соединяет нас со всеми родственниками, со всей нашей судьбой. И когда мы начинаем молиться, это пространство кричит. Денег нету! Ребят, моли! Муж уводит! Ну то есть это пространство кричит. Давай счастье! И человек не понимает, что это к святому человеку обращение, а не к нему. И поэтому надо дальше к святому человеку обращаться, потому что это пространство, счастье просит ему всё равно откуда возьмёшь. Это не моё дело. Давай счастье и всё! Понимаете? И поэтому мысли возникают в голове. А ты думаешь о святом человеке? Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Я к нему начинаю идти с счастья и сразу всё в сердце наполняется. И на душе не случайно светло. Становится. Понимаете? И так каждый день человек должен очищать своё сердце. Так же как мы зубы чистим, чтобы не воняло. Так же и сердце не должно вонять. Там радость должна быть в сердце. Давайте послушаем. В кофе? Я желаю всем счастья. Спасибо. Классно? Лучше же просто так, чем желать счастья. Вот. Я также прививаю к себе и к тем людям, которые будут слушать мои лекции, любовь ко всем духовным верам. Потому что фанатизм между ригариозной войной вражда, как дела все воины на этой земле. Понимаете? Это страшная небезбожная сила на самом деле. Поэтому послушайте сейчас другую молитву мусульманскую, которая восхваляет стоянью на лахах. Тоже такой же техно. Понимаете, почему разные веры у людей? Потому что разная культура. Человеку по-разному хочется к Богу обращаться в разных эмоциях. Поэтому разные веры Бог даёт. Эмоции разные. И этим отличается только всё и всё. Всё с такими то же самое. Поехали. 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 Я желаю всем счастье. 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 Дальше следующее правило. Свет не должен быть электрическим, он раздражает психику, надо свечку ставить. Естественный огонь, божественный огонь. Самое лучшее, если ломбадка наполнена топленым сливочным маслом. Этот огонь удивительный, он дает успокоение психике. Это хороший огонь топленого масла. Можно просто обычную свечу зажечь, парафин тоже хорошо. Следующее правило. Молитва должна быть рано утром. Потому что когда луна еще заходит, а солнце уже восходит, это где-то по времени с 5 до 7 утра в вашей местности. В это время психика чистая. Ум чистый и светлый, понимаете? И у человека очень радостная на сердце радость очень большая. Он реально может победить свою судьбу. Как только солнце появляется на горизонте, оно включает камеру. Знаете, как это происходит? Солнце начинает появляться и сразу же начинают мысли, заботы. Человек как-то включается в жизнь. Понимаете, пока на солнце появляется не то, что рассвет наступает. В полярной ночи там вообще нет рассвета, да, за полярным кругом. Мы говорим о колебании солнца. В 6 утра солнце уже какую-то линию горизонта пересекло, еще темно, но уже ветер начинает, птички начинают петь. Понимаете, о чем я говорю? В это время надо уже молиться. А еще чуть-чуть раньше, еще лучше. А если пасмурная погода? Не имеет значения. Мы говорим сейчас о движении вверх солнца. Солнце, когда стоит самым внизу по отношению к земле, в это время человек должен спать. Солнце самый лучший. 3 часа вперед и назад. У вас, допустим, мне кажется, где-то пол второго дня за день. 2 часа. Это значит, что в 2 часа ночи солнце в самом низу стоит. Это значит, что в 2 часа ночи 3 часа вперед. 3 часа назад это сколько? 11 часов. Уже нет глубокий сон. И 3 часа назад, вдруг 5 часов утра. Это в это время уже надо вставать. И как бы вот это 6 часов, это минимум сна. Если вы не попадаете в это время, вы не выспались. Нужно, чтобы в 11 уже спать, а в 5 уже встать. Это значит, что всего у вас в 10 хотя бы. Если человек работает физическим трудом, ему 5 часов достаточно спать. Психическим трудом 7. А если у него стрессовый труд, 8. Но больше 8 спать не надо. То есть или с 9 вечера до 5 утра, или с 10 до 5 утра. Или с 11. Понятная система? Но если встаете позже, вы теряете уже в своей жизни. Чем больше души поднимает солнце, тем меньше концентрации. Уже нет концентрации, внимание уже суета начинает. Солнце начало пробиваться там уже в 7 часов утра. Все, уже силы нет. Молиться надо куда-то бежать. Все. Солнце захватывает сознание. Человек-гарма включается в этот момент. Понятная система? Утро предназначено для духовной жизни. День предназначен для труда. Вечер предназначен для любви, для семьи. Когда луна восходит, это время любви. Луна энергии на энергии любви. И означает отдавать близким людям заплату, любовь. Не вставаться ими. Друзьями время проводить в это время. Работать не надо уже в это время. Послушайте, это время вечериня, там много об этом говорится. Подробно, как жить правильно, чтобы в новом современном виде, чтобы гармония была в сердце и снаружи, и внутри, и везде. Это, альфа, вечериня, нужен для гармонии. Чтобы жить так, как силы действуют в природе. Ну, допустим, если вы поели в обед с 12 до 2, то Солнце будет переваривать вашу пищу, а не будет что-то другое. Не надо будет напрягаться для переваривания. Но все само переваривается, понимаете, усвоится хорошо. Если у вас пища полуусваривается, кушайте вовремя, и будет хорошо усвоиться. Вот и вся система. В этом мире все приспособлено до счастья. Живите правильно. Будьте послушными законами. Ночное время также предназначено для зачатия детей. Это женское время. Ночное время – женское время. День – это мужское время для деятельности. Ночь для любви, день для деятельности. Дети, которые зачинаются ночью, рождаются здоровыми. Дети, которые зачинаются утром, рождаются чувствительными. Дети, которые зачинаются днем, рождаются болезненными. Дети, которые зачинаются вечером, рождаются нервными. Наступает ночь, зовет Иман, мысли новые таян, знаю я теперь, что во всем мире днях. Женская песня. Женская энергия, но очень женская энергия. Женская энергия – это энергия любви. Поэтому женщине больше всего нравится кровать. Самое лучшее место в квартире – кровать у женщины. И ей очень трудно не оторваться от кровати. Она как к ней прилипла, все. Она и так, и так, ей хорошо на кровати. Женская энергия, это энергия успокаивает. Женщина может всех укладывать спать. Все успокоятся, ей нравится, укладывают. Там же кормить – это женская энергия, кухня – женское место. Им нравится кухня и кровать. Два места в квартире. Лучше, самое лучшее – кухня и кровать. Когда женщина кормит кого-то, она счастлива. Укладывает спать – тоже счастлива. Когда в доме все входит в женскую энергию, женщина счастлива. Поэтому женщине нужна для того, чтобы всех успокаивать и кормить. Может, приходится до работы, она успокаивает, кормит. Спать не хватает. Да, женщине согласны? Это все бегают, прыгают, ноги, господи. Ты даже не спать. Следующий совет. Не разговаривайте на эти темы, о которых мы говорили, со случайными людьми. Даже если ваши близкие люди не принимают этого всего, не разговаривайте с ними об этом, вы будете терять веру. Вера означает энтузиазм. Как вы говорили, завтра уставать уже не захотите. Не то, что вы против, как вы. Вы поменяли свое мнение. Нет, мнение вы не поменяли. Вы поменяли энтузиазм. Энтузиазм зависит от вдохновения. Вдохновение, когда никто его не испортил есть. Вдохновение может испортиться. Поэтому не обсуждайте тело бесед, лекции с теми, кто в это не верит. Обсуждайте, наоборот, с теми, кто в это не верит. Не потому, что вы, как вы, не можете доказать. А просто вы поймите, что сейчас для вас самое главное – это вдохновение. Оно будет менять вашу жизнь. А если вы будете с кем попало обсуждать, не будет никакого вдохновения. Вы не будете иметь силы менять свою жизнь. У вас не будет такой силы. Обсуждать начнете тогда, когда укрепитесь в своей силе. Укрепитесь, у вас силы будут много укрепиться. Тогда можно обсуждать. Но никто не самый лучший вариант – обсуждать с ними, кто не доверяет вам. Лучше этого не делать. Даже если это муж? Просто поймите такую вещь. Нет в основном между мужьями и женами близких отношений. Близкие отношения означают близкость. Я вам сейчас раз объясню. Вот смотрите. Люди в невежестве катятся вниз. Их разум не хочет ничего менять к лучшему. А наоборот – он ищет новые источники деградации. Люди в страсти у них разум застывшие. Они не хотят в жизни ничего менять. Если я не слышу, то есть, понимаете, есть зоны, где судьба меняется. Людям в страсти страшно даже об этом подумать. Вот, например, приведу вам пример. Ну, если яблоки человек ест или не ест – это кого-то калышит, нет? Калышит, нет? Нет. Потому что, опять, он не меняет судьбу. Если яблоки не ест – не меняет судьбу. А вот, если мясо не ест – это он начинает колбасить сразу. Вот, если вы скажете, я мясо не ем близкими – это начнет колбасить сразу. И не потому, что без мяса невозможно жить. Эта байка уже давно закончилась. Понимаете? Все уже понимают, что это просто байка. Потому что незаменимые все эти одинаковые слоты уже нашли во всех продуктах. Это все просто байка. Я вам, как кандидат медицинских наук, говорил. Есть к тому же просто молочные белки – это тоже животные. Можно жить без мяса. Просто молочная – это датская разница. Мясо означает судьбоносный продукт. Поэтому, когда человек ест мясо, все на ушах. Все боятся этого. Потому что судьба будет меняться вокруг. Его никуда не несет вообще. Чувствуют это, поэтому они его держат. Мясками подсовывают везде. Время почувствуют – увидите, а потом узнаете. Люди в страсти не хотят ничего менять. Они застывают в своем сознании, не хотят другого мышления. Боятся. Потому что боятся – они думают, что там уже все. Тогда будет все классно. У них стал эффект вот этот, что как все – это правда, правильно, а все остальное – неправильно. Люди в благости стремятся к веру. Они хотят менять свою жизнь. Они хотят лучше, правильно жить. Следующий судьбоносный продукт – это вино. Попробуйте сказать. Я не пью. Друзья, я думаю, что это дурацкая. Ну немножко надо пить. Ну чуть-чуть. Ну попробуй хотя бы. Но если это не судьбоносный продукт, то какая разница? Ну пью я или не пью? Какая разница вообще? Ну че он меняет? Ну не пью и че? Или пью, че он меняет, если это не судьбоносный продукт? Почему такой принцип? Почему, когда я перестал пить, на меня все докопались сразу? Че такого я сделал? Ну ты пьешь, а я не пью. Какая разница? Можно поменяться местами. Если хочешь, ты можешь не пить, я буду пить. Такой мысль не возникает. Следующий судьбоносный момент – это молитва. Да что-то я буду молиться сразу всех область начинаю. Зачем ты куда? Куда тебя приведу? Что с тобой? Все. Нет, 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 нет. Только нет. Это меня отсутствует. Следующий судьбоносный момент – ходить в храм. Ну ладно, Валис, просто в храм не ходить. Зачем в храм родить? Понимаете, да? Люди сказки все это боятся, потому что они боятся менять свою жизнь. Все, что связано с переменом жизни, их колбасит от этого сразу. Хорошо. На лекции ходить. На чем лекция? О жизни мнений не надо. Сходить об успехе. Не надо о жизни. Бояться, бояться всегда. Страх – это силы, это энергия и страсти. Разум скован очень над ней в страсти. Не бояться перемен. Не надо их разочаровывать. Если вы хотите работать над собой, никого не разочаровывайте. Не трогайте никого. Не пытайтесь тортуться в их жизни. Сразу сказать, страх – оттолжение. Не будет терять друзей просто. Не обсуждайте ни с кем, ни с кем. Не обсуждайте с теми вот здесь, кто присутствует, которые хотят работать над собой. Это уникальные люди. Необычные. Которые впереди в жизни только дали. Полные людских надежды здоровья. У вас в жизни впереди только счастье и света. Это сто процентов. Если вы хотите жить правильно, вы увидите любую жизнь совсем. Любительный мир перед вами откроется. Без всякого сомнения. Но первая жертва такая – вы будете не как все. Нам придется быть не как все. Потому что люди благостны не как все. Они отличаются от всех. Но немножко другие. Сначала это страшно, а потом нормально. И больше того, на самом деле человек, который любит других, он становится опять как все, но уже благостен. Я заметил, что я раньше пугался людей только потому, что я не мог им помочь. А когда я начал, тут возможность помогать людей стало, то я блэть стал вместе со всеми. Почему человеку не нравится, что кто-то пьяный бежит на дороге? Только по причине, что он не может ему помочь. Если у него есть сила ему помочь, он уже нормально к этому относится. Он берет и тащит и говорит. Нормально. У него есть доброты достаточно, чтобы помочь этому человеку. А если есть достаточно, то ты пугаешься, уходишь. У тебя нет силы. Понимаете? Проблема только в этом. Надо уметь силу и помогать другим. И все. Тогда весь мир останется, останется родным, близким. Почему собачка больная не нравится на улице? Ты ее обходишь. Потому что и не можешь помочь. Но если у тебя есть сила доброты, ты берешь больную собачку домой и помогаешь ей. Или кормишь, заботишься, как Даня. Мама мне рассказывает, я к ребенку. Интересный такой случай. Она приходит домой. Я говорю, мама, чтоб они ее не открывают. Я говорю, почему? Там кошечка больная. Ей сосед ударил по лицу. И в ней глазик болит. Она не может видеть свет. Она плачет от него. Я говорю, уже скоро помощь. Скоро приедет. Серднем было для твоего сына. Кожечек спасал от бега по дороге. Так же лучше, мне кажется. Сто процентов. Следующее правило. Не надо себя ни в чем обвинять. Вот, допустим, некоторые люди говорят, ой, все, я неправильно скажу, блин, ну все. Ну это же просто объем работы и все. Чего беспокоиться? Вот пройдет много лет работа над собой, и вы поймете, что все равно неправильно живете. Что это бесконечный процесс, понимаете? Невозможно совсем правильно жить, это святость. И даже святой человек еще больше считает, что он неправильно живет. Я вам сейчас расскажу, как вообще развитие человека протекает в этой связи. Первая стадия. Вообще человек неразвитый считает, что у меня все классно и живу все правильно. Все. Я вообще нормально. У меня все классно. Мне не надо слушать эти лекции. Означает полная тупость по отношению к себе. Полная тупость. Следующая стадия. Я начинаю работать над собой. Сразу вылез, я начинаю работать над собой. Это значит, что куча невежества вокруг. И то есть следующая стадия самосовершенствования. Я не то чтобы нормальный, я вегетарианец, а вокруг мясоедник. Ну то есть я стал очень возвышенным, понимаете? Следующая стадия работы над собой – это гордость своими достижениями. То есть человек начинает жить правильно и он просто супер, понимаете? А все вокруг, понимаете сами, да? Ну так себе, чуть-чуть. Ну я желаю счастья всем, конечно. Ну не пробился человек внутри себя еще. Потому что внутри себя журит на гнифеи. А их не хочется видеть. Хочется видеть у других, поэтому чуть-чуть благочестия получил. Закаляться начал, там мясо перестал есть, рано вставать. И все, и морда уже пошла. И я в себя. Ну крутой совсем стал. Следующая стадия – это первые попытки увидеть, заглянуть внутрь себя. Первые попытки. Они приводят, знаете, к такому чувству, ну да, конечно же, есть люди получше, чем я. И в этот момент человек начинает искать старшего наставника в своей жизни. Потому что он понимает, что есть получше. А до этого кажется, что, блин, ну есть, конечно, наставники там. Мы кланяемся. Ну я все равно, сам хоть знаю. Вот. Чуть-чуть заглядывает человек в себя. Он чуть-чуть грехов видит. Хочется наставник принять уже. Следующая стадия. Человек начинает видеть внутрь себя, любить свои грехи. И он начинает с ними интенсивно работать. Но все равно он в сердце считает себя лучше других. Следующая стадия. Человек реально понимает, что он не лучше других. И это очень высокий уровень духовного развития. На этом уровне человек уже становится наставником. Итак, наставник – это тот, что он реально понимает, что он не лучше других. Квалификация наставника. Смирение. А знаете, кто такой святой? А святой – это тот, кто кроме своих грехов ничего не видит. И кроме души или чистоты других людей тоже ничего нет. Все меняется наоборот. Он в других виде только хорошее, а в себе старается видеть только то, над чем надо работать. Грехи для него – это не объект скорби и печали. Это его труд над собой. И мир становится прекрасным для него, потому что он хочет видеть книги по душу, а больше ничего не хочет замечать. А душа означает доброта, простота, смирение, искренность, верность, нежность, смелость, чистота, разумность, крабрость и так далее. Все только светлое. Вот мы, естественно, в состоянии светлое можем только у ребенка увидеть. Посмотрим на него и думаем, Господи, какой хороший. Потому что Бог нам дает возможность любить через ребенка. Любить душу. Душа, она у всех такая же, понимаете? Как вот вы своего ребенка видите, когда он совсем маленький, вы видите в нем душу. Вот такая же душа у всех людей. Точно такая же, чистая, светлая и радостная. Но из-за того, что мы окружены слоем грехов, мы не можем видеть во всех людях душу. Человек только два раза в жизни, по милости Бога, ему придается возможность увидеть душу. Два раза в жизни. Первый раз это ребенок или второй, скорее второй. Второй раз это ребенок, когда он рождается в ребенок, он видит душу в нем и влюбляется на всю жизнь. Причем интересно, что в ребенке душу мать особенно видит всю жизнь. Она не забывает никогда этот образ и всегда видит его в ребенке. А второй раз человек видит душу, когда он видит чистоту сердца любимого человека. Вот этот первый взгляд, первая влюбленность является уникальным явлением. Веды говорят, если ты хочешь любить своего близкого человека, вспоминай первую встречу и именно таким этого человека пытайся увидеть и понять. Потому что при первой встрече ты увидел его душу, именно такой он и есть на самом деле. А для того, чтобы ты это понял, вся жизнь может пройти. Белая любовь, моя земля, у твоих глаз. Я сейчас лучше душу описываю. Я тебя совсем еще не знаю, вижу белый глаз. И уже сияет надо мною у слияния рек. И как будто мостик переброшен, и как будто вдруг связан день и завтрашний. И прошлый встречей наших рук. И уже сливаются в дорогу наши две тропы. Будет в ней хороших очень много у моей судьбы. Это песня о душе. Потому что когда человек всю жизнь так поет, он всю жизнь счастлив. Потому что когда карма начинается, то в это время человек видит только плохое в другом человеке. И он забывает то, что видел вначале. Потому что сначала Бог дает самое лучшее и показывает. У одного священника человек спросил, как мне хорошо относиться к своем жене. Я замучился ругаться. Говорит, вспомни то, что ты видел в первый раз в ней. И в молитве своей всегда это вспоминание. И тогда будешь счастлив в своей жизни. Все очень просто же, правильно? Надо убедить то, что Бог хочет. Будет дней хороших очень много у моей судьбы означать то, что хочет Бог от нашей жизни. А почему же мы так не живем? А потому что мы не знаем, как правильно жить. Мы не молимся. Ни сердечки наши не соединяем. Ни кинезли мы. Ради высокой любви. Высокой любви означает видеть душу человека. Мы обязаны знать, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Понимаете, да? О чем речь? О чем мы связаны с любимыми? С сексом, деньгами, квартирой, общими планами, общими интересами. Это не нить незримо. Это то, что разрушает жизнь. Это освернение любви. Настоящая любовь означает в сердце видеть близкого человека. В сердце. Бог не много раз показывал, что такое настоящая любовь. Так как я посвятил свою жизнь служению людям, Бог не давал много подарков в моей жизни. Один из подарков я вам сейчас расскажу. Когда необычные люди на лекцию приходят, их сразу видно, как солнышко сияли. И я следил всю лекцию за ними, сидели, смотрели на меня, соглашались. То есть очень глубокую опцию воспринимали. Потом они... Я читал лекции по два месяца каждый год. Потом они ходили вновь и вновь. И когда уже я почти два месяца прочитал, то у меня были силы тогда. Я давал консультации еще личные. По пять человек после лекции. И там вытягивалось лотерей. Лотерея летали. И эти люди попали в лотерей. Ко мне они пришли на консультацию. И этот человек начал меня спрашивать. Олег Геннадьевич. Я все знаю уже и следую всему тому, что вы говорите в своих лекциях. Но у меня есть один важный вопрос. Я поклоняюсь святому на иконе всю жизнь. Но у меня возник вопрос. Нужен ли живой выставник человеку в жизни? И мы с ним говорили, что он участвует. Он очень сильно переживал. Сильно переживал на эту тему. И в какой-то момент, как это обычно бывает у всех людей на земле. Жизнь у него закончилась. Он просто болел с перитонической болезнью. И у него был плохой период в жизни. Давление каждый день отнималось очень высоко. И в этот момент у него произошел отсутствие. Но моя речь пойдет не об этом человеке. Удивительный. Который закончил жизнь в поисках истины. Это означает, что следующая жизнь будет совершенной. Когда человек в поисках истины, думая о Боге, заканчивает свою жизнь, это означает, что следующая его жизнь будет совершенной. Без всякого с ним. Но речь пойдет не о нем. Сначала, когда мы с ним разговаривали, они мне рассказали о своей судьбе. Он же доктор наук. То есть у него два высших образования. Завхагик и так далее. Философия, кстати. Такой образованный человек очень. И его жена, они познакомились в 18 лет. Всю жизнь прожили вместе. Никогда не изменяли друг другу. Всегда жили в молитве. И они были очень глубоко верили в Бога. И друг другу очень. Они соратниками были. Мне рассказали, что у них за жизнь. И его жена тоже ученая. Какая серьезная. Когда он начал уходить. Я сначала пытался нажимать точки. Думал, это спазм. Потом смотрю, кровь потекла из этого места. Эта кровь и надо потекла. Постепенно все с жизненно важным центром захватило. Но в это время уже ехала скорая помощь. Его забрали искусственное дыхание. Где-то еще 3-4 часа он прожил. И ушел из жизни. Но я. Господь. Сигнал свой посылает. Кабановка. Но я в это время был потрясен его уходом. Мы все уйдем из этого мира. Я был потрясен тем, что происходило с женой. Она тоже понимала, что он уходит в жизни. Только я. Она смотрела на него. Глазами света. Она не бегала, не орала. Не кричала. Помогите. 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 Она этого не делала. Она сидела. Смотрела на него. Как на луч света в своей судьбе. Она смотрела на него. Как необыкновенную радость в своей жизни. Она смотрела на него. Глазами чистоты и спокойствия. Я взлетелся. Бегал там. Искал врачей. Пополнял свой долг. Она сидела рядом с ним. Бладила его по голове. Смотрела на него. В глазах ее был свет и чистота. Когда на следующий день она пришла на лекцию. Она уже узнала о его уходе. Все уже как. В это время. В ее глазах также была чистота и был свет. И я когда увидел ее. Я понял, что цветной человек. Я подошел к ней. Позвал ее. Спросил. Может нам нужна какая-то помощь. Как вы себя чувствуете. Она мне сказала. Спасибо. У меня все хорошо. Я спросил. А как вы чувствуете у этого человека. Она говорит. У нас с ним вечная связь. Я чувствую, как чувствовала раньше. Мы не останемся с ним. У меня не было сомнений. А это значит, что они будут вместе в следующей жизни. Без всякого. Они сдались из своих зала. Это все происходило для меня. Это был подарок в моей жизни. Я увидел то, что очень редко можно. То, что дает веру, обыкновенную силу в сердце. Я надеюсь, что этот семинар вас наполкнул на какие-то мысли. И я также хочу вам сказать, что я не раскрыл всю тему. И невозможно раскрыть эти лекции. И каждый семинар я немножко в разных направлениях, в разных ключах читаю. Поэтому найдите на сайте лекции. Называется «Преодоление. Остается победа над стрессом и так далее». И послушайте еще в разных других ключах. То есть я много раз уже читал этот семинар. Много лет его читаю. Начал я его читать, когда я сам попал в стресс. Я пережил все эти стадии. Все это прошло. Через себя пропустил. Осознал больше, что такое духовная жизнь. И после этого я решил поделиться в свой мир. Теперь ваши вопросы. Мы немножко еще подключаем вопросы. Вы уже сказали. Давай подойдем, 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 подойдем. Поддержка. Угу. Угу. Я хотел сначала вопрос к поводу воспитания ребенка. Кто бы кого хочет поднимите, я вас не вижу. Где-то. На маке все-все. А воспитание ребенка. О том, что когда проявляется ребенок, и вот вы такие ответили, как бороться с каким-то нетерпением, раздражительностью, вливом каким-то. Ну, когда вы ребенок не интерактивный и сложно бороться с собой. Не надо бороться. Не надо бороться. Надо понять, что раздражение. Нет. Все это возникает от нехватки любви. А любовь увеличивается в отношении со святостью. Просто примите себя такой. Вы не выдерживаете этого всего. Вы выдержите его судьбы. Он же 300 человек. Это значит, что ему надо отдавать свою энергию. Когда отдавать надо много энергии, что происходит? Раздражительность. Потому, что вас не хватает сил для него. Вы не можете его принять таким активным. Это значит, что вам не хватает его полной жизни. Потому, что когда у матери много сил, он успокоит его. Бегает, падает. Он его поднимает. Он упал. Больше энергии из вас вышло. Бегает. Какое-то количество энергии. Усел. Успокоился. Меньше энергии было. Но, в любом случае, вы справляетесь с ситуацией. Но, когда вы не готовы отдавать себя, не занимаетесь духовной практикой, вы начинаете нервничать, печалиться, беспокоиться. И вы думаете, что мне сейчас сделать для того, чтобы не нервничать? Ничего не сделать. Вот, допустим, если вы голодные, голодные. И вы думаете, что мне сейчас сделать, чтобы не быть голодным? Вот сейчас прямо. Ничего не сделать. Пока вы не найдете место, где покушать, вы не сможете с собой ничего сделать. Поэтому, когда человек болится, он успокаивается, потом опять живет. Не надо, я вас предупреждал сегодня, что не надо беспокоиться о своих недостатках. Понимаете, на начальных стадиях развития люди очень сильно беспокоятся о своих недостатках. И все вопросы одинаковые. Олег Геннадьевич, что мне сделать, чтобы этого не было? Объясняю. 10 минут. 10 минут. До конца 10 минут, да? До отправления поезда осталось 5 минут. Старый мотив «Железная дорога». Я понимаю, да. Спасибо вам. Итак, что мне делать? Ничего. Вы хотите счастья сейчас. Вот и все будет. Но человек не должен желать счастья. Он должен желать труда. Труда над собой. Вот это вы желаете. Счастье – это награда. Когда он будет над собой трудиться, придет награда. Люди меня спрашивают. Олег Геннадьевич, что мне делать? Что вы все как с ума посетили? Успокойтесь. Да слава, все. Сейчас закончу. Олег Геннадьевич, что мне делать для того, чтобы муж не бросил? Для того, чтобы не пил? Для того, чтобы ребенок не проказничал? Или для того, чтобы я не волновалась, когда он проказничал? Все это означает наказание. Когда человек наказан, человек стоит в углу. Он может сам уйти из угла? Нет. Он наказан. Единственный способ – это действовать так, чтобы тебя выпустили из угла. Вот об этом и речь. Не надо думать об угле, о том, я стою, Олег Геннадьевич, что мне делать, когда я выйду из угла? Как вам предсказание сделать никогда? Не надо об этом думать. Это все награды. Мы не думаем об наградах. Награды – это сфера Бога. Он дает награды. Наша задача – действовать внутри своей сферы. Был такой великий мудрец, венческий философ. Награды нам не принадлежат. Награды приходят свыше. Награды приходят свыше. Награды приходят свыше. Вот как мне перестать обманывать? Не надо об этом думать. Просто пытайся делать так, делать правильно в этом направлении. Например, если ты обманываешь, ты не думай о том, как не обманывают, думай о том, как говорить правду. Пытайся больше говорить правду. Все равно будешь обманывать. А потом, когда Бог будет довольный, он сделает так – бац – и тебе не хочется обманывать. Желание обманывать – это не наша проблема. Это наказание. Не надо об этом думать. Надо думать о том, что делать правильно. Вот, например, как мне сделать так, чтобы не разгражаться ребенку? Вам не надо об этом думать. Надо думать о том, как помочь ребенку. Надо думать о том, как заботиться о нем, как служить. И разгражение уйдет само. Если вы об этом будете думать, вы никогда не перестанете разгражаться. Услышали меня? Ну, да, спасибо. Не думайте о наградах. Думайте о том, что мне надо делать сейчас в жизни. Награды придут сами. Но в основном все вопросы – награды. Ваши вопросы на втором этапе. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Как служить людям? Вы рассказывали, к примеру, что можно послужить бабушке, помочь ей постирать вещи, приготовить покушать. А вот как служить своим друзьям, подругам? Я же не могу прийти к ним домой помыть полы или приготовить покушать. А то улыбки с нами не смотрят. И с нами и даже маленькая улыбка улыбки, так пускай повсюду на земле словно лапочки включаются улыбки. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Закончили, закончили, не могу. Улыбайтесь, подружка. Улыбайтесь. Забудьтесь о них, спрашивайте, как у вас дела. У тебя все будет хорошо. Понимаете? Мы можем дарить им любовь. Любую. Услышали? Спасибо. Нам пора заканчить уже.